поэтому хочется пройти как можно больше тем кто смотрит в записи здравствуйте это четвертая часть тирани 3 прошлой части есть в записи на ю тубе собственно мы третье вообще коротенькая играли на максимальном уровне сложности без сейвов и еще в экспертном режиме в результате прожил я наверно часов 15 сейчас время создать новый персонаж начать новую игру я выберу точно максимальный уровень сложности экспертный режим скорее всего включать не буду вот последний вопрос ставить ли iron man или не ставить наверное поставлю надо еще дать один шанс бобру то есть максимальный уровень сложности и без сейвов экспертный режим это это наличие процентов вероятности о попадании показываются ауе эффект собственно если есть у спала показывается собственно способности врагов те которые они собираются сделать поехали если сольешься и решишь варик сыграть сделай но чтобы пришел спасибо смайл деканон за же на завтра есть по варик но мы это смотрели давайте послушаем коротенькую заставку владыки кайроса покоряют известный мир покорили уже практически весь известный мир все кто вступил против пали перед их мощью даже архонты да мужчины и женщины невероятных способностей были вынуждены преклонить колени теперь завоеватели кайроса пришли в наши земли две армии владыки схлестнулись между собой за честь захватить нашу родину элитные войска опальных за них мы не будем играть в прошлый раз играли за них и полчища алого хора голоса не рата куратор шпионской сети архон тайн руководит алым хором беспощадный и недисциплинированной ордой вояк после каждой битвы валы хор вливаются новые голоса потому что побежденным предлагают сделать несложный выбор служить новому господину или умереть грэй в наше архонт войны самый преданный генерал владыки возглавляет опальных несмотря на малочисленность легион заключенных в доспехе воинов кайроса никогда не терпел настоящего поражения в честном бою за двумя генералами следит адьюдикатор тунон архон правосудие старший из прислужников кайроса тунон приносит законы кайроса на новые завоеванные земли с помощью вершителей судей палачей толкующих волю владыки мы да 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 именно таким и запомнили тебя при первой встрече когда армии кайроса вторглись наши земли самым молодым из вершителей судеб видимо да тогда мы еще не знали что участь бесчисленных тысяч людей окажется у тебя в руках и в это прохождение будет все по-другому ну кроме того что рано или поздно умру в прошлый раз играли за девочку но какой же повелитель огня это это мужчина определенно может такого нет 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 хотя почему нет политкорректненько скорее всего он должен быть лысым учитывая его эксперименты с огнем черный-черный негр может не надо негра да не нормально так только надо еще портретик выбрать чтобы было еще типа о отлично вот товарищ маг это мальчик или девочка сложно это мальчик точно ладно гладиатор солдат охотник беззаконник боевой маг в прошлый раз было заклинание льда по сути только вторая школа является атакующей заклинание молнии ну огня мы доберем сейчас в истории у молнии меньше урона но насколько понимаю а нет наоборот больше урона чем льда заряженный кулак дать посмотрим 13 19 электрический отталкивание на 8 метров дистанции 2 упреждение сильное 3 секунды ну и дают соответственно управление молниями волшебный посох уклонение пятерочку знаний 24 секунды кд любопытного как упреждение работает дополнительную специализацию скорее всего возьму тоже молнии потому что я не хочу брать не рвение не истощение а брать альтернативную лед учитывая то что точность будет крайне низкой у меня еще будет огонь не стоит поэтому возьму двойную молнию мощный дар практически не использовал а вот энергетический энергетический щит может помочь вяжем шуфшу выбираем эмблему что-нибудь такое полыхающие солнышко солнышко так она должна быть красная вокруг должно быть что-то такое вообще красная давай вот так мне нравится только кроме солнца есть что-нибудь еще такое тематическое да не повелитель огня похоже похож феликс слушай слушай я хотел тебя совет спросить я не смотрел твое прохождение но подскажи пожалуйста ты на каком уровне сложности играешь и стоит ли включать мне аэронмен то есть сколько раз ты умирал если ты умирал от одного до пяти раз то это нормально но и играл на максимальном уровне сложности феликс добряк феликс проезды сан номера привет привет всем кто прижойнился нового персонажа повелителя огня с молниями стартовыми делом сейчас огонь у нас должен появиться феликс расскажи пожалуйста о смертях своих в двух словах уровень сложности сколько раз и вообще игра изи или нет а пока феликс печатает сделай черный фон черный кстати неплохо тут игра намного площадь проще пилорсов особо негде умирать говорит баламут проходивший ее на не последнем уровне сложности без айронмена макс больше пяти раз десять им х не стоит первое прохождение айрон раз десять я уже не первый раз прошу я второе спасибо феликс ты дал мне немножко уверенности в собственных силах даже если вероятность пройти сейчас составляет процентов 15-20 я пойду на вторую такую попытку с аэронменом просто потому что и так с навыками силы у нас слабые стойкость никакая стойкость точно никакая ну понятное дело что мы вымакшиваем смекалку для силы заклинаний живучесть пока тоже в минус уходим от нее интересует искусность и быстрота то есть не рекомендует сделать быстроту но во первых 6 характеристик осталось я уменьшу перезарядку способности всего новость на 18 процентов а искусность искусность мне дает мне дает точность хотя у меня сейчас я точность владения стихии повыше довольно серьезно просто за счет того что накидаю наверно быстроту все-таки надо брать а если станет понятно что искусность нужно докину еще на аэроне кулачный бой мог сложность 17 гуф и 18 дошел как-то на аэроне 17 гуф и сделать 17 раз игру проходил что-то мне эксперты смущает немножко имел ввиду что на четвертом уровне сложности но но с и вами ну это это ладно кружок не советует кружок же советует что брать да я понимаю что кружок советует что брать но еще есть рядом с кружком характеристика которая влияет понимаешь понятно что смекалка нужна потому что силы заклинаний понятно что быстрота какой она эффект даст 18 процентов но искусность она даст точность и только физических но и ментальных способностей персонажей то есть фактически она влияет искусность влияет и на точность заклинаний в том числе на вероятность попадения соответственно несения урона в том числе и критического но опять же я могу точность подтянуть вот здесь вот на управление молниями вот так вот сделать например на 50 знания точно на 50 вымакшиваем тоже можно взять на самом деле атлетику на старте чтобы нет вряд ли лучше что-нибудь защитное на самом деле лучше дальний бой какой-нибудь уклонение да это так из лука до заглядания дальнего боя давайте вот так сделаем плане мне волшебный посох рекомендует но я довольно редко стрелял прошлым магом с руки знания крайне нужны и более того после каждого из левелов я буду стараться по пятерочке накидывать всем магам по знаниям потому что именно в количество знаний упираются силы заклинаний которые вы можете сконструировать их не хотелось бы чтобы до дебафа важнее урона маг через стойкость всеми со счетом будут все наверное монета возможно возможно но пока урон так я еще не буду выбирать завоевание возьму быстрый старт и сразу выберу алый хор то есть мы за опальных играли этот шаблон направлен на максимальное улучшение ваших отношений с фракцией алого хора за три года завоевания кайрос вы побывали в городе бастарде распутье элитианы и лазури в городе бастарде подле в рассуждении вы сражались плечом к плечу с алым хором приказали завербовать на службу всех военнопленных помогли хору превратить город в пылающий ад вступив на должность управителя распутья элитианы вы помогли архонту песни выбраться из трудного положения кстати я попробую сразу же к им в лагерь направиться если не сразу не направят как раз для того чтобы знания апнуть на пятерочку рекрутировать с что там вступив на должность управителя распутья вы помогли архонту песни выбраться из положения что там что на турбата что голоса же не адекватный псих тогда но зато они дают собственно школу огня ну и плюс это альтернативная ветка я просто в прошлый раз через опальных шел а сейчас через алый хор вот и все а я понял что барик может не согласиться но будем осторожно с ним вести диалог просто вот еще способность дают горящая ладонь 10 10 19 урон огненный волшебный огонь в течение 10 секунд выпускает противника цель загорается дистанции 2 метра но это тоже можно апнуть на самом деле последний год завоеваний вы вместе с алым хором покоряли земли лазури вы помогали призвать племена зверолюдов а когда архонт камни предал владыку послали на смерть противников хора опальных по приказу кайроса вы огласили эдикт камни уничтоживший каирна короче поехали а турбет я три месяца на гг не было у меня волосы дымом странно во-первых косяк что три месяца не его а во вторых что ты переживаешь игнор листом пользуется не можешь или что идет 431 год вторжение кайроса смело все сопротивление территории ярусов молодые королевства пастардов хердл все кто поступали против разбиты в бою или вынуждены покориться это уже было на самом деле в прошлый раз теперь наши земли держат под контролем две армии владыки войска опальных и ватага алого хора но захватчикам не удалось сломить нашу волю к сопротивлению до конца в долине колодца вендриянов смели объединиться те кто никогда не будет служить кайросу провел дерзкую непокорность владыки мы нарушили клятву который два года назад который два года назад признали наше поражение и организовали кровавое восстание уничтожив под покровом ночи гарнизон опальных и алого хора вынуждены растянуть свои силы по всем ярусам армии опальных и алого хора вернулись в колодец вендриянов чтобы уничтожить сопротивление но месяц за месяцом проходит без решающего сражения парализованные разногласиями раздора между архонтами армии кароса теряют время мы затаились и ждем пока весь восстание разнесется по всем захваченным землям владыка недоволен и кайрос посылает архонтам простое сообщение предлагая выбор уничтожить клетвопреступников или умереть свою грозу он подкрепляет магическим эдиктом заклинанием который уничтожит все живое в долине если его они не будут исполнены чтобы огласить честь огласить эдикт выпало вам и теперь вы должны пересечь горы и достичь колодца вендриянов где зачитаете его перед архонтами до преодолев извилистые горные перевалы и спустившись долину вы чувствуете как дрожит под ногами земля волшебство кайроса запечатывает путь назад вы теперь отрезаны в колодце вендриянов вместе с армиями кайроса и клетвопреступниками единственный способ выжить выполнить условия эдикта владыки чего бы это не стоило да знакомые все лица поехали новый маг новая фракция и все это обречено на смерть рано или поздно вершитель судеб повелитель огня я так понимаю да мы тебя ждали приятно повелитель огня и спиларсов пришел на эту землю чтобы гласить эдикт он теперь правда злой но что что там ну неважно слава кайросу когда я слышал об обвале испугалась что он перекроет путь на эту сторону долины так теперь у нас еще ввиду отключения экспертного режима есть еще праве подображаются проверки по знаниям и влияние на диалоги вообще easy game так я не буду все читать но что в первый раз я читал хочу пробежать до ну так только буду наверное озвучивать ключевые вещи и свои ответы слышишь этот гул воздухе видишь свечение вокруг камней обвал это магия кайроса владыка запечатал долину экспу занесли для навыка знания видишь больше чем я вершитель судеб и не претендую на глубокие познания таких так молчу нет я спешу достать послание доставить архонта что что проделал долгий путь не буду тебя задерживать снова гонцы в третий раз за эту неделю поехали почему без завоевания потому что он занимает довольно много времени я знаю что хочу попросить отзывы получить от завоевания кстати энергетический щит сразу же и так во первых отображается теперь уже способность сверху озвучено клифта вы выпал вообще вылез о отбрасывает хорошо можно мне лука щетка сейчас я еще мышку пододвинуть секундочку мне нужен лог 17 урона электрического здравствуйте зажигаем тут даже можно уворачиваться ты его а так если а он еще гореть начинает халява управления огнем плюс один на из так и чтобы все было вообще хорошо я начну так как как там как можно подсказки убрать отражение защиты при выходе из боя сразу приобулись аксессуар защита на четверочку что поговорим давай следующий персонаж будет убийца если этот гуфнется подумаем я сделаю вывод на попробую скорее всего следующий класс но посмотрю кто мне там больше всего нужен так пойдем дальше так ну тут сила не хватит я протискиваюсь оказываюсь опять вот прошлый раз и скипли этот бой делать защиту смысла особо нет он болен он еще сам составал скотина скорость при зарядке меня повыше чему врагу оттолкнем до бах и зажигаем мы такие как быстро он жжет как быстро он жжет давай посохом теперь бах спосоха урон будет не очень высокий но бах потянем у этого тяжелое ранение уже лол так ладно замочили этого что у вас легкое ранение ранения нет на из это я попал промах ох а а ты точно никакой защиты вообще не даешь электрический ледяной огни на следующем левеле по школе про и когда будем идти там добавится физ урон держись тяжелое ранение этого тоже тяжелое ранение так что нормально пока бутыльки есть давай оттолкнем его и нанесем урон бах да ладно он пропил бутылёк а только по мне сплощем опять попали вот рейндж очень нужен для того чтобы вас сплощем ой этот загорелся ну все давай до свидания отлично изи вообще фомби привет фомбич здравствуй а у нас тут хардкорчик пошел ты ранен причем серьезно следи чтобы кишки не вывылись прощай я должен еще отыгрывать представителя алого хора кстати мне нужно посмотреть какие бонусы по отношению понятно еще нет никакого отношения соответственно нет бонусов внимательно смотреть что какие бонусы там будут по отношению с алым хором который мне в идеале нужно развивать так вступаем в бой вписываемся за нашу фугу тихо 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 так во первых у нас появилась комбо это очень хорошо начинаем мочить козлов ну подсечку ну попала молодец давай шампурчик повелитель огня добивает наверное простым выстрелом не буду котобилки тратить добили хорошо шампур зажигаем может ее даже на лучника перекачать учитывая то что у нас танка и с того тоже можно сделать относительно его танка из саппорта из нашего хиллера кстати да фугу я хотел перекачать на лук но на разнообразие ради можно это сделать так давай сразу стреляем потому что оттолкнем мы его скорее всего эй фугу 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 тихо давай бутылек выпьешь тут можно было уже щит кстати кастануть ну потому что огненный урон есть все ровненько идет хорошо у этого мага кстати больше урона чем у ледяного то есть ощущается да и плюс еще огонь на старте есть это вообще круто ой копье торчит из меня зажигаем урон очень хорош одиннадцать двадцать один так ну что я готов верность увеличена нам с ней нужно тоже комбиться учитывая то что она из хора кстати сейчас не показали отношения так во первых штрих первый появился может быть нам удастся прописать что-нибудь в знание пятнадцать но я его не прочитал этот штрих еще надо его изучить для начала простирающаяся хватка это у нас расстояние как раз до четверочки можно апнуть и абсолютно спокойно можем слушайте давайте тогда мне четыре спала может быть сейчас хотя не они нет выражение это одно неважно какие штрихи главное что выражение всего пока одно то есть можно заменить спокойно это заклинание а для этого штрих будем делать это тоже дать дистанцию с двойки на четверку бы увеличить восстанавливаем выносливость лутать вроде как здесь не нужно следующий бой был самый сложный у меня тут баламут ну я понял первый из двух гуф во время прохождения этот бой вообще изейший на котором ты гуфнулся сейчас покажу тебе ну бас и хорош тем советы давать из личного опыта привет бежать некуда ой гнев увеличивается тут не пишется как отношение меняется стоп так на нем щита же висит да ладно какая разница поехали сначала комбим не наверно не надо было комбить хорошо сосредотачиваем удар на нем мистер кок пишет в том же месте не смог убить вендриеном заново танком начал ребят я прошу вас не делитесь своим негативным опытом смотрите сейчас я всех уничтожу с первого трая к чему мне эти советы показываю не смог начал за танка детский сад так сможем ли мы да давай сначала накинем защиту ну вдруг там будет элементальный урон щит пошел огонь пошел не надо было этого бить на самом деле это было с мелких начинается ну да ладно один бутылёк у меня еще есть но как он попадает на сплэшем капец вот не надо с ним было рядом находиться так убили этого давай бутылёк иди с ним переключаемся на второго тут по кд бутылку выпьем вообще отойди немножко не надо тебе находиться на ближней дистанции держись фуга держится этого убиваем 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 убили не стоит говорить что я говорил так хорошо бегом полумесяца идем скорее у нас проблемы на утесе они захватили командира да да как-то по-хитрому будет выкрутиться по репутации ладно пока лутаем пока есть возможность слишком просто удаляет самое начало игры честное слово казуал какая-то да а баламут затих ну ладно следующий бой будет самый сложный да 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 так сапоги кстати что у тебя по сапогам то вообще не берем берем а по пушкам ну там кажется да фигня здесь надо внимательно сыграть бросьте оружие или мы сейчас узнаем как долго человек орет пока падает в эту пропасть зажатый между обрывом и отрядом разозленный солдат это преступник держит за лодичниках офицера опальных опальных? вообще не жалко прикончите его за меня не волнуйтесь сбережет конечно сам же просит тебя опустить в дело ножичек сейчас 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 четвертый вариант богосклонность богосклонность алого хора отлично перерезает горло убивает и умирает сам внезапно смерть станет большой потерей так один из солдат обнаружил для преступников магическую муть рассмотреть пергамент используя разную писемность повторять ну и то же свергнуть архонтов хорошо другие группы тоже будут это все было это все читали поэтому когда повторение сюжета не стоит опа это у нас быстрота да импульс силы сигл так во первых это быстрота это что плюс быстрота да давай пока себе учитывая то что у тебя быстрота же влияет у нас да на скорость перезарядки способности заклинания влияет дальше мы берем импульс силы изучаем и соответственно добавляется нам опция не знаю хватит не хватит а это сигл как раз во 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 это значительно круче сейчас мы накидаем еще два заклинания берем сигл силы знание 30 добавляем туда до 40 там электрошок а что получается меняется там оглушение во первых появляется урон чуть возрастает дистанция хорошая и ауе урон цель на расстоянии да единичная цель рядом с заклинателем окей и так раз два а это я обновляю нет стопе сброс новый пожалуйста это первый и это огненный должен поджигать теоретически да видимо поджигает он прикрители еще как-то и хватит знаний на самом деле с ракетом все теперь вместо двух четыре заклинания раньше я не знал как работает вот эта тема сюда я правда тоже не заберусь из-за отсутствия у героев атлетики и сейчас бы я хотел сейчас бы я хотел как можно быстрее попасть в лагерь опальных наверное надо поговорить с этими товарищами а это вопрос по пленнику пленник принадлежит клану Таркес тогда непростой клетовый преступник это один из вождей благосклонность алого хора увеличивается мы должны дать поверженному шанс послужить нам таков наш закон вон спроси хоть и у правителя ты понимаешь что алый хор поступает разумно владыка не хочет да 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 надоело бессмыслиться набираете клетвы преступников не можете навести порядок хору надо дать шанс рекрутировать новых бойцов продолжаем работать на алый хор если тебя успокоит спешу заверить что на поле боя этот не падет пленник должен попасть прямиком голосом нерата все поняли хорошо что еще я здесь с авророй поговорили с этим товарищем поговорили снизу лутонули вот здесь не лутонули там можно взять а вы кто просто член орды хорошо 4 привала есть если что обходим побежали совсем будет другой маг фактически две новые школы да ладно и тут не забраться и ты не заберешься да в прошлый раз кажется кому-то хватило атлетики чтобы забраться можно кстати сюда вернуться атлетика же быстро прокачивается правильно правильно прямиком в лагере я хочу знания после лавэлапа не могу только через лагерь опальных попробуем минимально вообще в нем пополучать экспу возможно стоит здесь качнуть навык по луку я наверное все таки фуге взять танка здесь нужно будет обязательно ай с торговцем еще квест так не хочется мне экспу получать постой я знаю что нам обоим интересно посмотреть как архонты о чем знание 32 давай так что голоса не рада сказали тебе хитро но мне не хватает мне действительно пора на встречу верность увеличивается будет начеку возле опальных да без проблем так этот квест наверное хотя давайте поговорим приветствую вершитель все дела до сих пор не понимаю вообще мне нужно действовать хаотически теперь хотя с другой стороны ссориться совсем с опальными не очень хочется это мне не касается продолжать так что его его увели или минус нуля это минус торговец кстати но он не такой клевый поэтому так отдать честь на два фронта вроде как пока что работаем о барик 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 может он сразу приджонится к нам это танк замечательный да ладно хрен с тобой барик перчаточки берем минус да минус минус просто минус полутаем потихонечку собираем что есть о еще один штрих бронзовый осадный щит неплохо я кажется в прошлый раз а это же желчная язва это наш френдли товарищ которого мы в прошлое прохождение унижали вот к этим двум нужно прийти и навыки повысить я скорее всего попробую через фугу через рейндж и соответственно лук надо прокачать слава голосам не рата заведев вас ухмыляющейся певчей крови громогласно произносит приветствие вершитель повелитель огня я полагаю меня зовут желчная язва я посланник алого хора как тебе работается с опальным и служить под началом железной каргета позорно выиграла один поединок чтобы заполучить свой титул один право командовать нужно постоянно доказывать забоевывать и защищать слабые должны истекать кровью в самом низу а не заманивать не занимать место на вершине прощай так сначала опять же экспо в смысле навыки так пулечи и тренировки летательное оружие уклонение что-то не то давай-ка с первым поговорим хоть парирование качай не хочу тратить так стоп во-первых возьму квесту кузнеца справа это раз полутаю заодно это все было ковать из бронзы железа не хватает так могу поискать железо можешь положиться на меня отлично ахи травами 37 не получается да здесь вроде ничего слева еще кажется был какой-то лут да вот здесь можно попробовать вытащить какое-нибудь оружие или что-то еще я оглашаю сразу эдикт возможно возможно сейчас попробуем на карте посмотреть могу ли я в алый хор сразу отправиться если могу тут туда пойду потому что после оглашения эдикта мне явно дадут экспу и я точно знания апнуть не смогу ну могу не могу лагерь опальных ой смысле этих алого хора на юге а я пойти туда не могу привет бостон привет всем кто присоединился к нам огонь моя стихия да а вот еще кстати квест можно взять у педобира ну в смысле у этого да пентибора покажи товары товаров нормальных нет но можно по крайней мере ему что-нибудь сбагрить бронзовая боевая булава точно не нужна кстати я не проверил перчатки новые которые нашел и не зачитал этот да и эти перчатки мне могут при а я отправил вообще в этот в стэш дурак давай так пока что так что у тебя за ботинки вообще хуже ну перчатки пожалуйста можно надеть отражение меткость урон без оружия но все равно отражение меткость есть может и мне тоже перчатки да пожалуй лучше ботиночки 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 нет зачитаем малый сигил силы и возможно удастся обновить заклинание учитывая наши знания интенсивность 45 знаний требуется уже но урон возрастает пока есть возможность за счет знаний увеличивать тут уже 60 никак вот поэтому я и не хотел не хочу тратить левелы пока не получил опять 60 да ладно этот встать должен нормально до 45 интересно я обновил вообще или не обновил 45 да обновил в двух в общем спылах не хватает урона из-за отсутствия силы давай-ка у тебя может квест возьмем не он не хочет условия не выполнены по по классам так как как мне пройти вообще к этому каламу каламу хору без зачитывания диктов это возможно или нет направьте пожалуйста а то я тут я его не могу тоже взять что-то с двумя да я понимаю но не хочу от ранжа отказываться все-таки 2 и 4 метра это значит не будет ну нельзя да очень жаль ну тогда тогда давайте зачитывать дикт получать блин левел чертов нет подождите я же могу сейчас назад вернуться и возвращайся назад хотя бы уклонение там какое-нибудь выучи ну у этих двух товарищей сверху фуга без шапки что-что-что обнаружил кто а вот только сейчас увидел что здесь есть ящик и надо раскидать еще выносливость потому что у фуги кажется у нас закончились бутылочки не важно что и раз есть деньги можно апать умение вот у маркуса кажется самые близкие парирование раз два три четыре пять шесть хотя на самом деле тоже парирование нужно левелапа приводитель огня здравствуйте что увеличиваем что увеличиваем либо быстроту быстрота не влияет на знание вот в чем дело можно стойкость типа начать апать но они стойкость тоже не сильно влияет на знание как видите на их аффект на учитывая 05 смекалка самое главное замакшена быстрота быстрота ладно давай пока на 18 быстроту дальше у нас идет веточка 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 энергетический щит точно да тут дополнительное заклинание можно взять уже пора брать дополнительное заклинание энергетический то у меня уже есть он уже выбран да так что либо магический конус либо доп заклинание доп заклинание всяко тебе же объясняли что после 18 надо по 2 очка на прокачку А я не буду делать после восемнадцати очки накидывать, скорее буду более эффективно и качать Пообщаемся Тут защищаем интересы Алого Хором Выбираем в сторону Когда эти два идут, ты не хочешь идти между ними Обоюдная благосклонность увеличивается Поклониться Я пришел Или сообща вообще ветку развивать Может реально сообща Ну проще конечно Выбрать одну сторону Читаю невербальное общение Это зеленые товарищи Залом традиционно Нет, это невербальное Это какой-то по-другому написанное, да? Или в зелененьком Это агрессив против обоих Потолкнуть, чтобы вы действовали сообщен Давайте пока так Гнев не рад Ой Да, они же против Они же Действовать активнее, должны перейти реку Хитроумие 21 Вот это вот Вы слышите голоса в своей голове Гляди, как его корчат Струка слез по бесполезным Годным Лишь В расход солдатикам Я скучаю по-прежнему архонту войны Ты никогда бы не увидел, как Кровавый след рыдает над несколькими Дохлыми убийцами Кости своих лучших учеников Да Хитроумие 21 Страх у фуги Благословность Грайвинаше Ой, что-то я не то творю С одной стороны, разрываясь между нежеланием Повторно, читать тот текст, который читал в самом начале С другой стороны Да Кто это был О, хорошо Конечно, ты не подведешь нас Сейчас быстро к Аломухору Быстро Пока его нет, можно благосклониться Там тоже полезные обилки, блин Восстановление Там или защита Так, лутаем Здравствуйте, раз Здравствуйте, два И срочно в лагерь опальных Может быть, сейчас К танку зайдем? Ну, кажется, танк Джонится после какого-то другого Выполненного квеста Сейчас проверим А нет, может быть, сейчас с Маршалом поговорим И все будет ок Что происходит? Нужна помощь? Я помогу? Берем квест какой-то Вот он, да Барик уже с нами сейчас будет Это большая честь Вы знакомы? Да, да, да Так, так, так Есть Базар поддержал вашу Базар Верность Барика Увеличивается И вот у нас появляется Тот самый танк Из которого я буду делать Танка Так же, как в прошлый раз То есть Здоровье Защита воли Навыки Таунд И Таунд И завязывание Наверное Вызвать на бой Да Да, дар за атаку Да Бонус брони Следующим будет у нас Как левелапнется Вот теперь уже получше С танком как-то понадежнее ходить Сейчас возьмем еще сапа После И после каждого Левелапа По миссиям Будем 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 Да, лагерь Алла вахура На пятерочку знать Опа Вендрияны Кажется, это скриптовые Вендрияны Можно, в принципе, с ними Так же, как в прошлый раз Сильно не ругаться Но И прийти навстречу Таким образом Вот этой вот дурочки Не будет В сражении На котором я Стой, вершитель Так, сейчас аккуратненько Принимаю перемирие Окей Вступил в ряды хора Страх увеличивается плохо Он мертв Глубоко поклониться Так, хорошо Благосклонность и верность Увеличивается Еще схрончик Небольшой И все А может А может даже Два, кстати Схрончик Так, а возможно Стоит Барику Надо было, наверное Барику уже сразу же Нормальный щит давать Покупать, точнее Нормальный щит Не знаю, что у меня По оружию В принципе Это все на продаже В общем Урон Точность Расстояние Пробивание брони Никакое А здесь Один в один Так, а сапоги Я ничего менять Не могу Из тяжелых Тут щит Есть вот такой Может быть Он получше будет Пожалуй, да О, Ванайт Привет Че ты не стримишь-то? Больше вижу Как ты на форуме Ерунду пишешь Стримил бы лучше Дай Варику Дворуч Больше пользы будет Танкуют Не так неплохо Не, его и так пробивали В общем-то Мы добрались Наконец До До Алого Хора Давай сразу Вызов Я Повелитель Огня Вершитель Судеб Так Благосклонность Алого Хора Это по бэкграунду Проходи, пожалуйста Все, не будем О, там Стоп Слева Лут Вот здесь Именно в Алом Хоре Полезнее всего Навыки Можно изучить Сначала нужно С этого саппорта Лантри Лантри? ЖД? А, я еще не Не взял Этот квест Сейчас Кажется, нужно С пятым глазом Поговорить Так, готовишь Бойцов к сражению Немало Немало армия Помочь Склятопреступниками Я поговорю с пленницей Встретимся там Есть еще Тут один Торговец Можно сразу же Скинуть то, что Мне гарантированно Не нужно То, что Валяется Ну Нет Быстро Не скидывается Как? Как? Да Все-таки Одним кликом Можно это делать О, кипарики Надо проверить Давай посмотрим У кого там Да У нее Шлема нет Никакого Точность Плюс 3 Восстановление Ок Бронеколющее Ледяной урон Так, а у Повелителя огня Это вообще что? Восстановление Увеличивается Так, негативный Сразу эффект Тут еще Какой-то бонус Мука Живучесть В течении Хорошо Тут тоже Накидываем В общем Повязка на голову Отражение Может повязка На голову Надеть Точность Восстановления Вот Другое дело Так И здесь я могу Сразу Знания Накидать Правильно? И может быть Лук Покачать А учить О, научить Вот Бас Луки Луки уже Хорошо Но Не на этом Уровне А вот Надо поговорить Чтобы Видимо Открылся Диалог С Проект Да А Нет Я Шторы Получил Тогда Уже Да Но тут Знания Как раз Есть Вот Ради них Я и должен Появляться Каждый Левел Пока Нахожусь Там Пониже И справа Полутаю Что Вижу Стойкость Выполним Квест Возьмем Сапа И у нас Уже Будет Полная Команда Ну В смысле Полная До До того Сражения Сразу Побежим По квестам Главное Не торопиться В плане Диалогов Здесь Можем Поговорить Рассказать О себе Так 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 Я ищу Тут Диалоги Которые С проверкой На хитрость На знания Для того Чтобы Соответствующий Навык Повысить Барик Прав Насчет Доспеха Сам Чинишь Защита Надежна Что Произошло Продолжай Нет Нет К сожалению Такое количество Диалогов Ты же вроде На хк Играл Что Все таки Не стал Начинать Заново В смысле Это заново Так Тут Схрон Воздействие Ярость В течении Вот я Ярость Не помню Что вообще Дает Вообще Фуги По идее Ярость Наверняка Это штраф К Короче Скорость Атаки На 25% Здоровье Увеличивается Что странно На 15% Но воля Снижена На 15% Такой ДПС Вариант Вообще Весьма Неплохой ДПС Вариант Бобрубы Я тоже дал Вот Могло В свое время Ой Хитроумие У меня уже Хватает Для того Чтобы Ой Выносливость Есть Прям Найс Выносливость В Большой Бутылек Выносливости Сразу Танковую Альтернативочку Дам Так Здесь Собираем Загаргивает Игра Напрягает Мозги Ну Ты там Сильно Не Не Напрягайся Все будет Хорошо Сальверос Сальверос Хочешь О чем Нибудь Сообщить Солдат Что в хоре Необычного Что ты Имеешь Ввиду Неожиданно Благосклонность Опальных Увеличиваем Пробежались По диалогам Немножко Зафейлили С Отношением Хотя У алого хора Уже Практически Опа Безжалось Неплохо Я вот не видел Кстати Этой обилки В алом хоре То есть Если здоровье Меньше 35% То Точность Повышается На 5% Ну Желательно Конечно Пассивочку И опальных Получить Сложно Будет Ладно Давайте по квестам А с кем Говорить С пятым Глазом Так Нет Ну хотя Можем Роль В хоре Один из Прилюженных Архонта Это товарищ Мы это знаем Напрямую Подчиняются С дюжин Главарей Ты просил Такой чести Понятным Погоди Вот Валерия Келн Этого пила Тут будто знает Где лагерь Гвардии Вендриенов Но искренности Маловато Чтобы не зафейлить С алым хором Нам нужно Безжалостно С ней поступать Или не выполнять Ну короче Мочить силой Силой Отречься Так От своего народа Ради алого хора Потому что хочу выжить И тут не надо быть Архонтом предсказания Чтобы понять Молодым королевством Пришел конец Расскажи Что известно Нет С чего мне верит Клетовый преступник А мне нет другого выбора Расскажи что тебе известно Хитроумие 30 Проверочка есть Я слышал Хору нужен капитан Флорин И его команда Я могу вас к нему отвезти Но только если вы меня отпустите Ты лжешь Лучше расскажи что знаешь На самом деле Тогда я попытаюсь тебя спасти За хитроумие дали Немножко экспы Ну видите ли Я не знаю в точности Где моя команда Но видела То есть я могу сказать Трясет головой Пытаясь собраться с силами Да-да-да Проверьте левый сапог И там мы достаем Собственно Давай так Нет Косяк Косяк Жалко пускать в расход Хорошую рабыню Пусть работает Пока не сломается Потом скормим свиньем ее Нормально Давай Им понравилось План неплохой Превосходное решение У клеток преступников Был шанс сдаться Да Да Но по прошлой реплике Был косяк Что? Нет Она бледнеется Но я же все вам рассказала Проклятые дикари Пусть голод заберет Ваших детей Хохот служит ей ответом Ее Уволакивают Прочь Теперь со вторым Но по прежнему не знаем Где искать клеток преступников Эта шифровка не поможет Обещала дать ответы Но выдала не унять отец И Лантри приходит на помощь Ты кто такой? Я Сейдж Лантри Один из первых Квилл Прочитать программ Самостоятельно Не получается Предлагаем ему Он там просит Некоторое время А если сказать Еще один бесполезный пленник Прикончите его Как вы думаете? Ну смотрите Если Если дать ему пару часов То алый хор Опять отношения Скорее всего испортятся Ну что за демократия вообще? Что за терпение Каким-то пленникам Которые прочитать не могут быстро Но если Я буду действовать В их стиле Типа еще один Бесполезный пленник Прикончите его Я же без саппорта Могу остаться просто Убивай саппорта Да что-то мне не нравится Этот план Как я без саппорта Вообще Хотя мне Вряд ли дадут его убить Больше тираний Давайте Бесполезный пленник Прикончите его Постой, постой Умоляю Не надо меня убивать Испытание Испытание по справедливости Все, чего я прошу Испытание А, сейчас будет файт Блин Капец Ой, Локи, привет Давно не виделись Базар Хорош Базара нет Вершителю судим Молю тебя Стань моим адвукатом На этом суде Я не глупец Мне нужен живым Осводите пленника Беру под свою ответственность Но это все Алый хор не оценит Явно знает Что полезно Ты готов Прикончить ради Развлечения Разве не ясно Разве не ясно Мне сказали Мне сказали Что тебя случайно Там не кастрировали Пока ты был в этом Но это фуга Она из алого хора Она знает Как нужно себя вести Тут Слишком хитрый Хитрый, мертвый Иначе возможно Неожиданный поворот Саппортом не меньше Саппортом больше Давай Верность Фуги увеличивается И алый хор тоже Потому что Замес идет Ну хорошо Сейчас будет Битва Не такая Кстати простая Но учитывая Что я Повелитель огня Братья и сестры Кто среди вас Устанавливает Меру силы Кто среди вас Помогает Отделять слабых От тех Кто силен Вот вышли Шесть человек Пять человек Заявители собраны А теперь Начнем испытание Клетвопреступника Стопэ Так а что у них за белки Этот щит Этот атака Эти непонятно Вообще что творят Ой господи Ты боже мой Ладно Давай Ты делай так Ох Как у меня Много всего Огненный шар Это уже фаербол Да вы что Нельзя же так Сразу Ну Так Скорость уменьшаем Ну это вообще Халява дешевая Я считаю Подножку Этому Ну все Так Ладно Ты пропей Лучше Наверное Да Не надо Пропивать пока Сейчас зарядим После К-к-к-к-к-к-комбо Зарядим Фаербол Может надо было и раньше Это сделать Ааа И только по цели Особенно важно Особенно важно Так Давай-ка 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 Сюда Вот Например Ну Ребят Я вообще Медленно Лучше Стоит И тут Ты кселик Живучести Добавь Пожалуйста На кого На тебя Слушай А я же Фаербол Лепил Нет Михаил Ну Да Он долго Этот Фаербол Готовит Так Быстро Исцеление Пока Не нужно Барик Пока Работает Фаербол Пошел Ну давай Ну Ой Эффектно Конечно Электрошок Тоже есть Небольшое Тоже есть Небольшое Или Или все-таки Давай Точно Кого Небольшое Добьем Кого Ты тут Добьешь Тут Народу Трындец Ладно Рейнджа Хватает Вроде Как Шампурчик Может быть Давай Так Я бы Еще Затаунтил Кого Там Чтобы Спасти Вот Это Вот Я бы Затаунтил О Левел Ап Тогда И лечить Получается Не нужно Так Я тут Уже В Рукопашку Пошел Ну Бас Может Стоило И Сапа Тоже Все Таунт Пошел Таунт Сработал Защиту Этого Понизили То есть Мы Сейчас Его Можем Довольно Шустренько Минуснуть Но Сап Умрет С очень Высокой Вероятностью Надо Сказать Дай Попробуем Так Электрошок Не Не Я Говорю Электрошок Вот Так Ну И Где Я Здесь Могу Умереть Вообще Я Не Хочел Умереть Умирать Так Рано Давай Давай Сначала Так Электрошок Прошел Энергетический Щит Ставить Не Ставить И Поставим Ладно На этом Концентрируемся Двумя Маг Маг Давай Давай Выпьем Выносливость Двумя 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 Можно Можно Затаунтить Вот Этого Товаря А Всех Можно Затаунтить Опять Как Просто Получается Играть Так Давай Ты Вот Этого Отталкиваем 22 Урона Маг Конечно Убедительно Работает Убедительно Сейчас Пойдет Таунт Ставителя Нет Вроде С выносливостью Проблемы Правда У них Проблемы С хп А вот Это Практически Гуф Я тоже Практически Гуф И выйти Я отсюда Не могу Блин Я могу Реально Умереть Без Шуток Че Таунт Не сработало А вот Минус Я Минус Правда И у них Один Товарищ Что-то Мне Это Не нравится Надо Выпивать Выносливость Ой Держись Держись Твою Мать Да ладно Давай убей его Барик Прошу Там Один Два Удара Держись Барик Барик Блин Барик Давай Еще Нет Нет Зажег Критом Барик Барик Есть Убил Убил Кританул Ой Все Плохо И он Горит Еще Он Догорит Сейчас Да Выносливость Хватит Гореть Капец Так А что-то парирование Мне даст Он горит Все Он умрет Мне не хватит Да ладно Все ГГ Пробую бежать Как трус Блин У меня нет Восстановления Так Накосячил Вообще Так Накосячил Капец В надежде На то что Меня потеряет Как-то Не знаю Нет Я 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 В прошлый раз Их Убил Блин Надежней Капец Боль 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 Нет Хорошо Жесть Какое Мне нет Слов Портрет Я думаю Что не стоит Вообще Выбирать Не Я пока Замол Мне нравится Маг с молниями Ну просто А вон Конечно Что Что Как 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 До Этого Как Все Ровненько Все Хорошо Не Игнорирую Лук Реально Зло На раннем этапе Да Да Жесть Просто Жесть Понимаете Просто Жесть Как Она Есть Негра Сделал Чему Ты удивляешься Да Да Поддержал Ваш Канал На сумму 123 Рубля И сообщает Майке Добрый Вечер Тут Пасаны На форуме Говорят Что Будгейм Перестал Быть Ламповым Так Вот Нужно Что То Делать Может Вам Ламп В офис Закупить Решетка Макия Гудгейм Ламповым Огаин Да Да В этом Дело Че я Подхожу Под сплэш Короче Я пробегу Довольно Быстро Мы играли Чуть Больше Часа Господи Какой Фейл Надо Только Попробовать Не ходить На квесты До получения Второго Левела И Валом Хоре Сразу Знание Апнуть Себя Да 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 Давай По Новый Так И Есть Дверь Дверь Смотрите Что он Творит Что он Творит Как Можно Было Умереть Я Там Еще Очень Сильно Что Случилось Какой Телефон В штанах Наверное Вот Мой Телефон И Дверку Прикрой Бах Смотри Что творит Он Просто Уничтожает Это Все Тиммейты Виноваты Я считаю Извините Кэт Извините Кэт Извините Бэтмен Говорите Знаете С таким Пропитым Голосом Будем Сделать Я Увидел Сделать Пыщ 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 Вон Вы Видели Можно Мага Сделать Больше В очередь До щит Скачать Став Искусности Можно Можно ХП Еще Ему Скачать Сейчас Пока Самый Такой ДПС Вариант То есть И урона Много И скорость Перезарядки Дикая Но Что Толку Если Убивает Правильно Так Давайте Этого Пошлем Куда Нибудь А Ну И Неважно Что Сейчас Происходит Какой-то Челлендж Да Нет Просто Проходим Игру Челлендж Никакого Игра Изейши Может Ее Не стоит На лук Качать Некому Стоять Впереди Так Ну Здесь Комбо Сначала Да Ну Чего Стоим Ждем Молодец Там Перебор И так Был По урону А копейщики Интересно Такие же Опасные Как и лучники Видимо Видимо Да Да Ё-моё Фуга Ты чего Не пугай меня Так Она Тоже Решила Немножко Детей Убьем Хорошо Ну Как я Отдался Там Господи Как я Там Отдался Как Я Там Отдался До сих Пор Не могу Син Ну я Торопился Просто Вот и Все Просто Торопился Просто Ну Бас Понимаете Просто Ну Бас Удавляем Взглянание По расстоянию Восстанавливаем Выносливость У нее Знание Плюс Пять Неожиданно Так Сейчас Можно Не кидаться На танка На самом деле А начать С Периферийных Чуваков Потому что На себя Еще щит Какой-то Кастует Копейщиков Лучше забрать Я думаю Так Сразу Как 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 Комбо Делаем Потечка Чуть не вышло Сидуха Привет Рублей И сообщает Да Если опять Гуфнешься Есть Стопроцентный Вариант Пройти Создаешь Аналог Гендальф И Шелн Отпасив Все Программы Спасибо За Сидуха Я Промахнулся Огнем Видимо Из-за того Что Спасибо За Саппорт Сидуха Ох Как Как Откидывает Так Загляденье Ж Загляденье Просто За выход Из боя Этот штраф Получил Конский Да Господи Тут Реально Мочит Просто Мочит И Фугу Мои Могут Убить Сейчас Почему Он-то Вообще Стреляет По нижней Я там За выход Из боя Получил Удар Ладно Проклю Еще Один Бутылек Откатились Как раз Сейчас С пв А и Этот упырь На меня Развернулся Теперь Почему У него Понятно Фуга Сейчас Падает Да Ладно Только Не говорите Что я Здесь Могу Проиграть Вообще Изи Ты считай Уже Проигрываешь Вот Фуга Палом Ты Отступаешь У тебя Там Что-то Что-то Происходит Что-то Как-то Зачем-то Пропиваешь Ждешь Когда Откатятся Но Один в один Это вообще Изи Хрена С Два Там Изи Сейчас Вернемся К началу Игры Там То Вообще Все Все Норм Ой Тут Стоит Еще Смотрите Забайтили Забайтили На На Представляю Лицо Этого Товарища Который Эй Ну Ну Да Я Тут Типа Выиграл Ох Это Конечно Косяк Начало Тоже Так Себе Ничего Ничего Прорвемся Пройдем Кстати Надо же Еще Ботиночки Надеть Там Может быть И Отражение Это Возьмем Хрена Сдула Читер Тактик Это Называется Тактик С самого Начала У меня Была Какая Тактика Я Ее Придерживался А мы Можем Кстати Не ходить Час Командиру Чтобы Не О Да Реально А Не Или Не 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 И Все Тут Ты Смотрел Новое Видео Лаэра Смотрел Конечно Отличное Видео Отличное Видео Ой Абузер Сам Абузер Пусть Умрет На На Хорошо 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 Еще один Штырих Штырих Изучаем Одеваем А Это Вторые Заклинания Получается Да Да Уже Level Up Местами Их Поменять А Все равно Они Будут Так И так В Так 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 Честненько Честненько Лай Ну что Полутали Эти Взять не можем Штуки К сожалению Поговорим Конечно О С космо Я кажется Не говорил В прошлый раз У нее Можно было Штрих Покажись Купить Да 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 У нее Был штрих Какой-то Вот Они Сиглы Точнее Молнии Скидываю То Что вряд ли Мне пригодится Надежды Надыбать Все-таки Необходимое Количество Извечная Форма Бесконечные Границы Но молния Мне получается Не нужна Потому что Сам Сигил У меня Есть Бесконечные Границы Область Действия Заклинаний И Длительность Беру АОЕ И Где-то Еще Деньги Надо Дикт Можно По дороге Торговцу И дикт Продать Далее Задание Как бы На всю Жизнь Или Все-таки Взять Извечную Форму Все равно Деньги Есть Да Давайте Чем больше Тем больше Свободы У меня Будет В плане Комбинирования Заклинаний Да Формы Не изменились Просто Добавились Этим Так А чтобы Я По Это Самое Исправил Ну Фаерболл Добавил Вместо Одного Из Огненных Заклинаний А Вот Огненный Шар То Собственно И Есть Область Действия 65 Сразу Радиус Увеличивает В полтора Раза Клево Я могу Рейндж Убрать В принципе Потому что Дистанции Так хватает А вот Область Действия Фаербола Это круто Только Единички Знаний Все равно Не хватает 54 55 Ну Куда Ну Как Ну Почему Эх Знания Так Разбираемся С этим Благосклонность Казнить Клитого Преступника Хотя Нет Стоп Хору Надо рекрутировать Мне же нужно Рекрутировать Разобрались Да Норм Выучил Продал По памяти Расскажешь Продал По памяти Часику Отдельный Привет Я понимаю Что Тут Как бы Вы уже Наверное Видели То Что происходит На экране Тем 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 Не Не Успей Я Дойти До Алого Форум Без Получения Левен Ап Тут же Рядом Знания Можно Апнуть Где Как Почему Поговорим Поговорим И Возвращаем Благосклонность Еще Фуга Довольна Тем Что Мы Тут Сейчас Его Мочить Будут Интересно Лут Останется Или Нет В самом начале Исходить Налево Там Будет Для Мага Секретка У Мне Хитроумие Оказывается Есть Еще Так Знания Раз Тридцать Два Хитроумие Два Это Поединчики Да Добавляются Правильно И Икспу Дают В общую Копелочкой Хорошо Теперь Можем Фуербол Уже Апнуть Правильно Нет Знания Пять Четыре Всего лишь Это Видимо За Знания Тебе Дают Дополнительные Экспу За Проявленные Знания Если Ти Влево Там Место Где Начнешь Так Отдаем Честь Заходим Да Стоит И мне Пытаться Увеличивать Навыки Учитывая Да Наверное Стоит Да Потому что Все равно Мне Дадут Второй Левел Как Не Крутим Не Парирование А уклонение Нужно По крайней мере Магу Нужно Уклонение Парирование Для ближнего Боя Насколько Понимаю Подходит Лучше Так Так Уровень Поднимаем Дилемма Вроде Вроде Перезарядка Пока За Единичку Идет Но Знание Я таким Образом Не Апаю Так Можно Апнуть Знание Апп Апп Забыть Скинуть Выносливость Так Озвучили Без негатива Эдикт Хитроумие Все-таки Неважно Ладно Что Экспо Экспо Поговорили Пока Пытаюсь На двух Стулик На самом Деле Усидеть Если Есть Выбор Между То Выбираю Впользовала Хор А Если Есть Возможность Поддержать Как-то И увеличить Френдли Ну Короче И С Опальными Тоже Посмотрим Почему У них Просто Обилка Хорошая Блин Позитивная Так Берем Танка Берем Танка Главное Не отдаться Там Надо Выносливость Поставить Так Нужна Помощь Я помогу Так Барик Большая Честь Вы знакомы Не были Представлены Переправа Появилась Можно Конечно Сходить На Сайд Квест Получить Левел И тогда Битва Будет Значительно Проще Но Но тема В том Что я тогда Пропущу Плюс 5 Знаний И плюс 5 Других Навыков По крайней Мере Понимаете Так Танк У нас Танк Танк У нас Таунд Я бы даже От карателя Отказался Если честно Можно Кстати Ему Испел Дать Учитывая Знания 18 Может Что и Получится 15 Ха Изи Может Я сейчас Огнем 15 Ооо Круто Это фуга Вообще Ничего не знает Барик 2 с пыла Так Выносливость Я хотел Да Я хотел Выносливость Раз Я хотел Всякие Бонусы Два Тут выносливость Есть Еще Так Противоэлементных Вряд ли Разъедающий Урон Можно У бобра Пока нормально Все С этим С выносливостью С бутылками Берем квест На железо Собираем Лутецкий Ну подходи 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 Давай Опа Тяжелый доспех А тяжелый доспех Ты вообще кому Ей-то не Хотя пойдет Найс Броня Рубящий Огненный Дробящий Отражение Еще выше Причем без штрафа На скорость Что удивительно Рандом Лут Тут видимо Случайный Записи Да Запись делается Все в порядке Сейчас еще В эти Всякие Ноги Руки Еще можно поставить Отражение Лесом Так А по армору У меня Внизу Я видимо Не пособирал Еще То что хотел А и тут Чит хотел Барику взять Точно 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 Здесь фуловые Щиты Есть Хватило бы Вот 12 Серьезно 12 Как же Они Не жалеют Не жалеют Так Пинтибор Покажи товары Ключ Ключ На самом деле Для мага Можно было бы Взять еще один Ключ Но у него С точностью Проблемы Алый шлем Что пылится Кстати да Алый шлем На пустую голову Пойдет В любом случае Блин Может реально Тогда брать Не КД А просто Точность Тогда я действительно Получу Частично Защиту От Речь идет О характеристике Под названием Стойкость Какая стойкость Нет Искусность Я получу Меткость И Отражение Броней То есть тогда Можно будет Специализироваться Реально В разных школах Без серьезного Штрафа На точность Что сейчас Я могу Попадать Гарантированно Только В молнии Ну конечно Могу И опа Еще один Штрих Сигил силы Можно апнуть Урон Раз Обновить Здесь можно Апнуть Либо длительность Либо АОЕ Либо урон Но я кажется Я не уложусь 65 Да Длительность 55 Оглушение Всего на 0.5 Наверное лучше Все таки Апнуть урон Он тоже В процентах Но Это урон А почему Не обновилась А потому что 50 Потому что 60 Тут 65 Безобразие Стоп А здесь же Дистанция Уже не та Здесь дистанция 10 метров Я могу Отменить одно Поставить второе Давай да Урон Обновляем А тут у нас Нет таких проблем С дистанцией Можно Апнуть Опять же Это что Горящая Горящая ладонь Урон тоже Да Пока что На четверочку Максимальный Только А длительность Волшебный огонь А волшебный огонь И на что делает Периодический урон Мне кажется Он должен с огнем Неплохо зайти Я почти Под Под интенсивность Попадаю 55 56 Да По сполам Вроде все нормально Блин Неужели Сейчас идти Опять Пытаться Там файт будет Понимаете Я подготовлюсь Северная поляна Это еще Что за зверь Северной поляны В прошлый раз Кажется не было Огонь не всегда Может сработать Из-за малой точности Да 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 Поэтому как раз Искусность Наверное универсальна Если вы Не ограничивайтесь Закляданиями Одной школы И скорее всего Дальше буду Именно искусно Скачать Я тут Ищу Ищу Опции Для знаний Не нахожу Да Я чувствую Так же могу Умереть Учитывая Второй левел Ладно Северная поляна Северная поляна Самая дальняя лока С богом Как и в прошлый раз По пути Из Лагеря Лагеря Опальных К хору Встречается Эта подруга Скриптовая Согласно Согласно Древним Обычиям Бла-бла-бла Что по может Ее сразу Мочкануть Ну нет Это радикально Как-то То есть можно До финалки Там где я Отдался Сходить к ним И типа Наладить отношения Но вообще Если Не я левел Сейчас получаю Опять со знаниями Хрень будет Вступил в ряды Хора Страх увеличивается Умер До свидания Убей их Да Это возможный вариант Кстати Но я Хочу Все-таки Оставить для себя Путь Этих Себе забрать Можно Тем более Короче К хору идем Смотри Какая девка Да-да-да Нападем И убьем всех Ее в рабство Да-да Это было бы В стиле алого хора Яну бас Еще бы привал Сделать На самом деле Я понимаю Что время уходит Но время в запасе есть У меня хп неполное Здравствуйте Здравствуйте Я повелитель огня Разобрались Да все будет нормально Квест взяли Покажи что есть Какие дорогие здесь штуки У меня денег таких даже близко нет на старте Раскидаем бутылочки Поучимся сейчас немного Эх Тут на входе можно сильно апнуть атлетико Если сказать что Что-то там где хочешь и после толкнуть А, да Есть такая опция В прошлый раз Кажется так Про Пробуем урек Обучиться знаниям Денег нет Просто денег нет Ладно Это все решается Сейчас мы скинем Что-нибудь ненужное Там была у меня пара пушек Которые Которые Ну вот например Булава какая-то Посох Скаловершица Все решено Это что такое Шкура 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 Давай старый доспех Сапоги Которые нет Ооо Это уже все Отлично Ребята Выжили Сейчас мы Накидаем Знаний Папнем Заклинания Знания Знания Знань Не по не выучить Ооо Не хочу Ей Ей Апать знания Волшебный посох Тоже мимо Скорее всего Тут нужно Одноручки качать Какие-то Да Или Что-то Защитное Или Лук Общаемся С базом По этому поводу Поглядим Что у тебя есть Либо луки Либо парное оружие Сейчас ситуативно Парное оружие Конечно лучше Проверяем Выносливость Во-первых У меня в сундуке Блин Выносливости Десять штук Десять Карл Раскидываем По нашим Классным Негативный эффект Минус Знания Плюс Агат Агат Защит Кровотечений Провязку На голову Беру Еще Тю-тю-ти-тю-ти-дю-м Нормально вроде Если бы мне удалось Еще немножко где-то экспу получить Вот здесь вот Может быть в диалогах Да, наверное Надо поговорить сначала Потому что я могу 3-й левел апнуть И таким образом Ничего себе 25, стоп мужество Ну это двуручка, но я просто ее продам И сейчас закуплю себе все, что можно А в прошлый раз я не мог это открыть Потому что хитроуми не хватало Хотя фуга была у меня, естественно Общайся с фугой Ну да, ее комбо тоже нужно Пробуем, пробуем добиться ее расположения Отлично, правильно Сказали, что ты убийца И так, как бы, тебе с хором лучше остаться Клево Страх увеличен Кто твои сестры? Тут в каждом диалоге можно, получается Да, ее надо поносить просто Никакого снисхождения Ничего Только таким образом Можно авторитет повысить у нее Кто командует алым хором Верность 2 Это, видимо, открываются элементы диалога Которых не было до того, как верность повысилась Давим Ёшки-матрешки Это надолго Даже если не читать, это надолго Круто Посмотрим, что можно приобрести Для того, чтобы повысить свои шансы На победу в этом Да куда ты скидываешь-то в стэш, пасть 25, пожалуйста Так, кожный доспех можно взять Броня, отражение Чего мне там не хватает? Мне всего не хватает Перчаток мне там не хватает Плюс 5 меткость Берем перчаточки Берем сапожки Берем доспех Все, просто в ноль И смотрим, кому это все нужнее Перчатки лучше Отражение, меткость Раз Ботиночки Лучше Защита при выходе из боя Двас А вот доспех, кажется, будет Ну, шило на мыло Поэтому я, скорее всего, могу, да? Просто и все Да, восстановление пострадает Но зато броня Отражение Баг в доспехе Странно весьма Все, хватит Я готов Я готов Почту Привал есть Еще выносливости дали Бутылочки Можно попробовать Нет, давай сначала Поговорим с этим Будем дерзить Извините, кот Кто-нибудь умоляем Да-да-да Хитроумие Промолчать Без негативного уменьшения верности Просто и замочили и все Хотя там было продолжение диалога Насколько я помню Показываем пергамент Перекончите его Испытание Можно как-то Без испытаний Я защитником буду Все Ну понеслась, пацаны Если остановить и сделать рабом Получишь больше, чем от ними Так вот Ладно, ребят Давайте Все В прошлый раз умерли здесь На этот раз Все должно быть по-другому Блин, я стою впереди Танк сзади Капец Скорость назад раз Мага назад два Этим таунтим Трис Вообще-то бежала бы вот сюда Подруга дней моих суровых Давай попробуем Вообще Надо сразу фейербол делать Прям сразу Тут такой же рейндж Как и у этих Все Сейчас, ребят Главное не торопиться Дольше до этого момента приходить Так, ладно Давай тогда на этих Двоих Троих фейербол Ну так, чтобы своих Не за Не за Алло Ооо Касание титана На кого? На тебя Куда вот ты, а? Она там ударила При выходе Из боя По человеку Бобер, ты будешь Вообще кидать Фейербол Скажи мне Пожалуйста Или ты просто Вот добежал Чтобы с руки Стрелять Ух ты Упырь, а? Не, наверное Лучше сразу Сюда накидывать Фуга, родная Я же тебя тоже просил Вот как человек А ты Какая атака Ближнего боя? Где фейербол Опять же Вот кто так строит Какой can do this? Какая Почему ты не Почему у него Атака обычная Стоит? Почему 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 Что ты делаешь? Давай и уберем Просто Для начала Тогда не будет Лишних вопросов Что ты делаешь И конечно Умный Капец Давайте С посоха Постреляем Вероятность С огня Попасть Довольно Слабенькая Конечно С молнией Наверное Нет С молнией Побольше Кстати Отчет Чего он опять Перезаряжается Я понять не могу Где вообще Где Вот где Где над головой Нужны 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 Этот А Они Кастуют Воздух Только По цели Я Дурак Ладно Сарямба Винова Там Френдлифайра Есть Нет Френдлифайра Так Нет На себя Лучше Попробуем Кастануть Лученько бы Забирать Только Не торопись Только Не торопись А Тут уже Пошла Комбо Не Не пошла Комбо Хорошо Что Отменен У меня Саппорт Сейчас умрет Вероятнее Всего И так же Было И в прошлый Раз Так Электрошок Попадет Своим Да Падает Сап Может Сразу Сагрим Человека Который Блин Их Много Реально Много Я Попробуем Комбо Сделать Здесь Ты Пробуй Добить Этого Ладно Так Комбо Прошла Ладонь По одному Да Тут Только Такая Бронь Блин Может Лученько Реально Мочите И Просто Кидай По очереди С пылы Вот Честное Слово Ты Ты Можешь Можешь Добивайся Чего На Этого Упыря Какая Боль Какая Боль Я не вижу Вообще Что Что Происходит То есть Почему Почему Вот Только Сейчас Появляется Этот Навык Который Я Хотел Использовать Так Убили Ладно Одного Будем Пытаться Подсечкой Мочить Второго Да Попробуем Раз Выпей Сразу Ударил Хорошо Ладонь И опять Случненько Черт знает Как Когда Ну Короче Оставил Я его В покое Опять Игнорирую Зря Весьма Зря Хорошо Разобрались С этим Тоже Давай Лучше По дальнему Тут Агрим Двоих Ну Мажет Мажет Бобер Мажет 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 Из-за выхода Сбоя Поплатился И фуга Сейчас Может Все равно Умереть Есть Успел Выпить Жесть Такая Просто Жесть Как Она Есть Смысла Нет Лук Ставить Потому что Защита Резко Спадет Хотя У нее Два Оружия Может быть И стоит Обилку Юзнуть Вместо Фаербол Еще Появился Причем Он реально Не Не бьет Кажется Своих А Этот Не атаковал Вообще Этот Только Только Не говори Что Опять Это Фуга Умирает Но Она Успела Обилку Свою Узнуть Но Она Кажись Горит Фаербол Где Ну Что Это За Фаербол Промахивается По цели Бросок Два Вы Как Господи Господи Фаербол Который Промахнулся Фаербол Промахнулся Фаербол Вы Представьте Себе Это Фаербол Промахнулся Фаербол Промахнулся Ё-моё Давай Здесь Еще Останемся А Так Ты Пропивай У того В общем Мало Всего Осталось Но Я Фаербол Промахнулся Надо Добить Этого Упыря Как-нибудь Какая вероятность 55 Так 76 Там Бобра Месять Догорела Догорела Подруга Ладно Я выпиваю Сразу же Поджигаю Этого С местом Давай 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 Хорош И молнии Молнии Сжахай Ой Ах Хорошо Так Как зашло Ройт Надо Таунтить С танком Кидать Ауешки И радоваться Жизни Пока Такой план На 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 Еще На тебе Бз Ну Бз Бз Так Тут Парирование В смысле Этот Таунт Может Сработать У меня Хрен Из-2 Барик Промахивается По цели 22 Бросок Ну Ладно Да Как же Он Лупит Может Попробовать Негативный Эффект Так Хрен Из-2 Там Отравление Я умру Он Выпил Этот Бутылек Видимо Который 40 Единиц Урона В течение Полуминуты Наносит Получается На Барик Опять Ну а Че Этот Бобер Сделает Правильно Ну Успеешь Хоть Конечно Успел Молодец Держись Барик Три Человека Минус Барик Чемпион Остальные Ни о чем Пока Что Так Правильно Пролитая Кровь Дала нам Ответ Как не Жаль На Похоже Книга Че Судьба Покинуть На Наш Лагерь Живым По обычаю Установленному Ты Соборен Старик Хвались Теперь Внукам Что Ты Побывал В Рукохору И Выжил Было Весело Твои Войны Сражались Почти Неплохо Самое Главное Во время Практически Провального Сражения Так Пантануться Это Самое Самое Нижнее Есть 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 Уровень Уфуги Я Сомневаюсь Делать Из нее Продолжать Милишника Или Все Таки Или Все Таки Ранжевика Выкачивать А вот Этого Товарища Наверное Ранжевика Разнообразие Ради Луки Там Будут По Походу Пьесы Вечный Огонь Заменяет Горящее Железо Это Апгрейд Так Скажем Способности Горение В течении Очень хорошая Штука Потому что Горит Долго А учитывая То что У нее Точность Хорошая Это Прям Да Пробивают Броню Тоже Прикольно Но я Буду По саппортам В первую очередь Мочить Хромата Вряд ли Поможет Против Магов Улучников Уклонения Ну пока Так Наиболее Простой Вариант Ей Нужна Точность Искусность Да Ей Нужно Будет Лучок Прикупить У нее Унылые Скиллы Как Улучник Хорош Там Мне Спойлерить Ну Дайте Проверить Все равно Я Ш Ш Так Этого Товарища Как саппорта Качаем Качаем ему ХП Он пойдет В мили Пойдет В мили Ты уверен? Кто еще Кроме него? Он Будет Второй Линией Обороны Поэтому Доп Здоровье Защита Волей Очень Интересно У меня будет Саппорт Заклинание На сохранение Великое Обновление Я что-то Ему еще Не докачал А Там Второй Навык Управление Жизнью Или Защита Магии 10% К магической Броне Защите Магии А дальше Что? От Магического Урона Все От Магического Урона Ладно Давайте Управление Жизнью Для Эффективности Заклинания Лечения Я не получил Третий Левел К сожалению Основным Героем Увы Качаем Луки Надо Попробовать Купить Луки Лучок Купить Я должен Найти Еще Несколько Штук Так Барику Что Барику Уклонение Защиты Одноручное Оружие Точно Не Бас Тут Нет Кажется Надо В том Лагере Ему Учиться Да Бариком Нужно Учиться В том А это Мы Знания Качаем Естественно Тоже Хорошо Он В принципе Может У нас Закинуть Себе Тоже Атакующих Заклинаний Учитывая То что Знания У него Какие Никакие Есть Да Будет Сложно Попасть Местами Вообще Точность Б Но Знаний У него Не Хватает Я Номинально Поставлю Просто Чтобы Было На Случай Если Придется Воевать Всяко Лучше Чем Ничего Стопа Почему У нашего Героя Главного 44 Знания Что Трава Может Какая У тебя Или Что Хотя Там Было 54 55 После Следующего Ловлапа Мне А он Ранен Травмы Спи Я Понял Так Погодите Сейчас Еще Попробуем Побеседовать Поговорили Называется Если Выносливость Красная То Травмы Понятно Угу Как же Мне Попробовать Левел Апны До Третьего Может Поговорим Тут Маловероятно Если Только Я Не Напарюсь На Что Нибудь То Не Хочется Просто Уходить Пока Не Не Наверное Надо Идти Просто На Сайд Квест Единственное Что Напоследок Проверить Есть ли Лук Здесь В продаже Нет Лук Кажись Беру Еще Один Штрих Точные Действия Мне Общие Выражения Нужны Но Точность Тоже Хороша И Точность Лучше Конечно С огнем Сочетать Потому Что По Молнии Я специалист От рождения Вот Огонь Надо Осваивать Постепенно 45 Ага Сейчас Слева Свиток Со стола Возьми О Что за Свиток Свиток Таинственным Светом Переливающийся Сигал Иллюзий О О О О О Сигал Иллюзий Специализируются Мастера Искусства Обмана Трюкачества Которые Используют Его силы Чтобы запутать Сбить Столк Свои цели Критические Критические моменты Боевые Маги Часто Относят Силу С пренебрежениями С того Что Неспособность Убить Цель Понятно Ну короче Это Добав Школа Такая Которую В принципе Можно Про Нифига Себе Эффектно Союзника 45 секунд Отражение Задеваний 30% Отражение Попаданий 30% Я в шоке Агрессивный вариант Сбивания С ног Чистый урон Еще Ооооо Дебав Это Школа Изнурения Да Это Другая Школа Тут Школ Так, точность в первую очередь на две штаны Так, сбивания с ног появляются Раз Попробуем еще Сделать более эффективный Это же интенсивность мы повышаем 37,5 задевания Выпадания Офигеть Дистанция 2, но я на десяточку могу Ну, на двоечку могу апнуть Это же Черт его имба Как же нужно знание апать, а? Как же нужно апать знание И здесь, наверное, надо избавляться Вот Хотя у него нет бонусов по школе, кроме как Школы по исцеляющему касанию, да? Давайте попробуем удалить Одну штуку и попробуем А, у меня исцеляющего В принципе нет О, Сигила У меня нет исцеляющего, то есть это его Родная штука, да Пока не изучите Сигил жизни И он доискать Раздаюсь 7 баф иллюзий Хорошая, кстати, тема, потому что она Вне зависимости от точности пройдет И это, конечно, имба жесткая Даже как бы Это просто Это просто Что-то с чем-то Даже барик скоро сможет юзать Дистанция Дистанция Ему четверочка тоже Дает ему тоже, потому что Баф такой Почему Ему можно апнуть Например, эффективность Харя нас два Пока не буду Да, вот это уже серьезнее Потому что Заклинание, которое Так, во-первых, привал делаем Чтобы знания у нас апнулись Так, 60 знаний Вот, пожалуйста То есть, если нет Увечи, если нет ранений То все отлично И, соответственно, можно менять Спектральное размытие Точность не нужна Длительность возможна 60 56 секунд Почти на минуту Офигеть Ложная бездна Сбиваем с ног Дистанции не нужна Длительность, скорее всего, сбивания Попробовать надо увеличить 4-5 секунд Секунд, на самом деле, это приличный Область действия слишком жирная Давай так, обновим Так, точность фаербола Это понятно Ну, тут расстояния не хватит Мне пока Ну, пока длительность Тогда обновим У остальных заклинаний 40 Урон, конечно же 60 Вот оно Вот оно пошло Поехало Пошло Поехало Не остановить Штрих Ё-моё И точность Какой крутой маг Единственное, что вот Третий левел И еще 5 знаний Надо бы как-то было апнуть Что у нас по По квестам Может мы здесь Как-то сможем Заупокоенная какая-то Чуть-чуть буквально Чуть-чуть нужно О, дальнее селение Отображается на карте Дальнее селение Я даже не помню такого Короче, я сейчас Как только получу Третий левел О, справа что-то есть Стопы А, вот, пожалуйста Тут же еще Замес На старте Заточка Так, надо как-то По-хитрому сделать Промолчать Никакой дружбы Ничего Просто Позвольте к вам присоединиться Люблю кровавые разборки Отлично Всегда пожалуйста Отлично Хитроумие Перерезать горло заточки На-ка Может поговорим еще Ну, левел я не получил Блин Не получил я левел Так и разрулил ситуацию Отлично И где А там еще лут остался Да-да-да Скорость можно увеличить Я тем более По совету Перебиндил уже Че, труп не лутаешь О, труп Перчаточки Без палива тырем Так, а перчатки у нас что? Кому вообще можно дать? У этого, наверное Да, лучше на защиту Какие-то темы Давать По ботинкам наверняка У него тоже проблемы Да Восстановление хромает Но Я за хор Благосклонность уменьшается Да Точно Случайно Получилось Так Ну, давайте Какой-нибудь Поблизости Пройдем О, дальнее селение Завербовать В рекруте Лавахура Я там не был В прошлое прохождение Любопытно Возможно Я в прошлый раз В принципе Рано пришел На финальную разборку Потому что Можно было сделать Еще плюс Плюс два Лайвола, например Или нет Дальнее селение Я тут Архитектурам Не знаком Мы же тут Все сожгли В конце концов Ой Вы выходят на середину Владыки Доносится с крыши Натреснутый голос Ребята Лучник Наверху Прости, друг Но живым Ты отсюда Не уйдешь Мы отправим Твою голову На север Пусть твои родичи Полюбуются Что будет с теми Кто пришел Захватить Наши земли Стопы Пошли Какие-то заклинания Дикие Я бы первое Что сделал Это саппортами Отступил Танком Сагрил Этим Тоже чуть отступил Ну, Михаил Пофиг, что получишь Сбивание с ног Тихо, ребят Ну, ребята Огненный шар Лови Ой Тут можно сделать Так Ой, тут же Пробрыженный Вечный огонь Как далеко Он у нас стреляет А давай сразу начнем Раз Бавчики Двадц Фаерболл влетает Четырнадцать Двадцать 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 Ой, я по своим попал? Не-не-не Я не попал По своим У своих реально Не уменьшается ХП А это значит Что? Это значит Ха-ля-ва В чем у меня Комбо заклинания Такие Стоят Ненужные Так, ты скастовала Скастовала Молодец 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 Лук будем вообще ставить Или пока повоем Так Пока так повоем Так, ты тоже бабчик сделал В общем Неплохо сыграну Неплохо Неплохо Надо бы отсплашивайте Падают Правда Люди Бах На-ка Добиваем А почему ты На себя Все-таки Не везнула А? Подруга Здесь бы еще Ребенчик Сделать Как рубит мака Как он Ух, просто Так, просто Наверное По атаку Я не хочу Ближе подходить Можно, конечно Там кому-нибудь Щит кинуть Пока Да, давай Вот так Щиток Скастовал бы На себя Молодец Лучника Давай Мисси А, ты не можешь, да? Очень-очень Жаль Точность какая-то Конская Стоп, 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 стоп А почему я не поставил Бутылки этому товарищу? Ну Да, не поставил Может мне сначала Начинать с этого С Спецспособности С этим товарищем Чтобы скорость Атаки у мага была Да, хил пропадает Но Но зато В общем, мага Надо резать, конечно А мы там Хотя бы одного-то Убили Я вот Понять не могу Давай вот так Слышишь? И вот так вот еще Неплохо В общем, даже неплохо Там резисты какие-то слабые у этого Оглушение Провокация сработала Че, умираем потихонечку? Бывает О, сейчас добитого О, промахнулась Ой, ты какая Добей Добей 85 Все А, добили все-таки Комбо прервано Беда Ну, фаербол тут По четверым Даже залетает Фаербол Я надеюсь Я повелитель огня Все дела Бах 18 18 9 И 2 Промаха Левелап У бобра Левелап У бобра А по кому вероятность Больше 38 42 Какая-то вообще Ерунда Того верхнего Убили Шампурчик Таунт Вот там, кажется Не по таргету Идет Еще Надо сделать Так вот По оружию поменять Поэтому Упырю пострелять Хотя не Наверное Стоит уже Комбо пилить Теперь стреляй Наверное Лучше пока Поэтому Убили Так Барик Побежал Наверх Ругаются Молодцы А почему 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 Не касту Не касту Оооо Беда Да он исчез Он просто исчез Скотина Некоторое время Будет Невидим Недоступен Было сделать Вот так вот А он Не может Добраться Опять фаербол Хорошо Что фаербол По-своему Не бьет Тот встает Зали Гад Отражение Пробую Сделать Все-таки Выносливость Пропью Ще-то Еще Поставлю Да С отображением Кулдаунов Значительно Понятнее Все происходит Оглушение Работает А что По поводу Сбивания С ног Я же Его просто Не Он мне Не поместился Просто сюда Надо его Поставить Так И поставить Так Два Два заклинания Просто не Юзал Потому что Они не были В Спектральное Размытие Вот Ложная Бездна Причем Это Ауя Оглушение В перспективе Раз Сбиваем С ног Да Сбиваем С ног Работает Работает Добили Одного Добили Второго Неплохо А это Наши Вроде Алая Фурия Появляется Самодовольная Хмыляя С бронзовым Мечом Неплохо Я бы уложила Столько же Трупов Сделав Двое Меньше Ударов Но О как Я могла Забыть О хороших Манерах Не следует Критиковать За помощь Предложенную Столь щедро Насшироко Взмакивает Руками Отвешивая Карикатурный Насмешливый Поклон Моя Глубочайшая Самая Искренняя Благодарность За то Что ты Прикончил Этих Вендриеновских Засранцев Вместо меня И ты Только теперь Показываешься На глаза Ты не фурия Ты трусливая Тварь Поехали Может Когда ты Станешь Постарше Поймешь Что слово Трус Придумали Чтобы Заставлять Идиотов Делать Опасную Работу В этих Литопреступников Только Слегка Разогрелся Подойди Ближе Чтобы Мог Стереть Ухмок С твоего Лица Эй Стой Она Протестующая Вскидывает Руку Да Покрытую Шрамами Тут Не о чем Огород Городить Если Или Если Тебе Это Так Зудит Иди Разбирайся За Упокойной Это Был ее План А не Мой Она Облизывает Обветренные Губы Прежде чем Продолжит Слушай Я всем Расскажу Как круто Ты обошелся С клетопреступниками Идет Ты нам Ой Хорошо Мы ее Прессанули Ты нам Большую услугу Оказал Так что Пусть слава Достанет С тебя Отлично Здание Обновлено Ну смотрите Хотелось бы Сейчас уже Вернуться Апнуть Пятерочку Знаний Но А это Маленькая Локация Я как раз Так и сделаю Сейчас обшарю Все что здесь Есть И вернусь Знаете Очень рискованно Говорит дерзко С новым отрядом Когда вот ты там Только после битвы Такой Побитый немножечко С другой стороны Как бы чувствую Что надо О сыр О понти пришла И это не гифка Так Неужели тут схрона нет Я вот чувствую схрон Присмотритесь Пацаны Столько Столько Повозок Столько ящиков Не может быть Так просто Щит бы еще Барику заменить В лагере бы Еще побывать Не пожалуй Похоже что Здесь все тихо Ладно Возвращаемся В Пять часов А до сюда Тоже пять часов Да Ладно Время не так много Но я постараюсь Просто не делать Часных привалов Чтобы успеть Главное Это вот Сейчас мне С магами Правильно Ой Я жил Я его не получил Что я хотел Я хотел все таки Продолжительность Воздействия Для того Чтобы Типа Нет Я могу Последний раз Быстроту апнуть До наличия Штрафа На две Единички Могу Искусность Начать апнуть Мне кажется Искусность Важнее Ну потому что Это Повысит вероятность Срабатывания Других заклинаний Искусный маг Здесь соответственно Новый левел Либо Да Физ защита щиту Вероятнее всего Скрытность лесом Щит Сейчас уже будет блочить Плюс 4 к броне дает Короче говоря И отражение заклинаний Очень Меня сильно щит спасал В свое время В финальном сражении Спасал Спасал Да не Не выспасал В общем Давайте Знания апаем Идем дальше По квестам Я их там путаю Правда Рег Нужный мне Раз Два Три Четыре Пять Повелитель огня Под завязочку Просто Просто под завязочку Только танка Можно апнуть В соседней деревеньке И кстати У меня сейчас уже 66 знания В теории Я могу посмотреть Какие 60 60 60 55 60 55 может быть Огненный шар Что нибудь Минорное Типа Интенсивность 75 Конечно Дальность 65 Зайдет Ну давай Лучше чем Ничего Так Что у нас По квестам Железо Подкрепление От скаловержцев И обычаи орды О Я же здесь квест Должен сейчас Закрыть За упокойной Поговорить И решитель судеб Кивает она Итак Что тебе нужно Ударить ее Просто без лишних слов Бах Гнев увеличивает Гнев увеличивает Целого хора Слышишь Одним быстрым Они же любят Это дело Одним быстрым Движением Вы подходите К ней Бьете Прям в живот Сил удара Отталкивает Ее на шаг Назад И она Препадает На колено Откашливаясь Она собирается Силами Поднимается На ноги Если ты Или кто-нибудь Другой Харис Попробуйте Что-то подобное Я сам Насажу тебя На кол Поехали Очищающий Амулет Дали за это И скребенный Железный меч Алая фури Хватается за живот Отвечает С давленным Голосом Я учту Что нужно Следить за собой В присутствии Вершителя Судя Птуна Уже уходя Она достает Один из своих мечей Поворачивает Его в руке Еще раз Потом бросает Ваши руки Хороший удар А почему Отношение-то Ухудшилось Нормально же Пробил Странно Очень Такие Такие Обычаи Орды Амулет Очищение Не восприимчивость К воздействию Отравления Кого Отравят Чаще В ближнем Бою Как правило Да Вот этим Меня отравили В прошлый раз Искребенный Железный меч Наверное Танк Он уже Одноручный Как раз Зайдет Урон Пробивание Брони То что Нужно Считай Ему Нормального Не хватает Ох Не хватает Возле костра Паренек Поговори с ним А вот это Мелкий что ли Хавчик Я по другому Сначала Прочитал Бледный Широко Распахнутым Глазами Новобраний Целого хора Старается дышать Медленно и глубоко Встряхнись Солдат Слабый Не выживает А Яне Он поворачивается К вам лицом Но по прежнему Старается Не встречаться Взглядом Он напрягается Всем телом Грудь раздувается Да капитан Новичок В хоре Капитан Вот так говорят Южане Командиры Как тебя зовут Вольно Да Поведут Ты тут явно Не на своем месте Мне тут не место Глаза его Широко Распахиваются Голос поднимается Почти до крика Хор Сам не знаю О чем я думал Я не такой Как они Он наглядывается На лагере Я тут помру То есть Надеюсь Что помру Поскорей бы А я ведь Может его Мачкануть Сразу Я сегодня Щедрый Дам тебе Неск советов Советы Капитан Он в недоумении Чищет затылок Это какие же Ударить его Сперва В шутку Первый удар Он пропускает Но от второго Как ни странно Увертывается Несмотря на все Застенчивость Нескладность Лучше не на А К Вершитель А капитан Он вершитель судеб Он робко Опускает голову Вряд ли Два зуба Придет в восторг Если увидит Что я тренируюсь Ударит сильнее На-ка Путаясь в ногах И вскрикивает Неожиданности Он с трудом Уходит От вашего Третьего удара Первые два Сбивали его С ног Тяжело Дыша Он встает Стойку Даже И даже Увертывается Еще от пары Ваших ударов Нарочито Медленных ударов Потом набравший Смелости Бьет в ответ На это уходит Какое-то время Но наконец У него даже Что-то начинает Получаться Еще разок Сильнее Бледен Марк Гнев Алава Хора Увеличивается Ребята Вы чего Нормально же Так Сейчас мы еще Вписываемся За За него Порода у парня Хорошая Сплошь крестьяне Рослые крепкие Жаль что предатели Но я не стал Казнить человека За чужие преступления Хавчик Сам вот решил Что лучше Хору послужит Чем Землею станет Чем под землею Станет жратвой Для червей Верно Хавчик Не были они Предателями Просто на колени Не встали Они никого Зла не делали Зла не делали Ой ты попал Приемлемы На ваш канал Понтья Понтья Спасибо тебе Активировал Мужик Хорош Ты должен знать Ты должен знать Что по закону Самого нерата Об уважении Защите Юношества Этот мальчик Сражаться не должен Куда я лезу Так знание 30 Лагерные правила Я все знаю Он хмыкает Только возраст Начинается С 15 А теперь погляди На этого парня И скажи Что он моложе Потому что он Трусливый щенок И еще не делает Его младенцем По южному обычаю Все мужчины Которые не ходят В море С 15 лет Должны браться За оружие Защищать свою деревню Этот парень В карауле Ни разу не был Значит Возраста не достиг Вот так вот Тьфу Вот невезение Он Щерится Щурится Наверное Может и щерится Глядя на парня Как будто Тот во всем виноват Еще одну Партию Продул Почистую Ну ладно Вали тогда В палатки Для рабов Не хочет Хавчик драться Значит не будет Пока что Знание 43 Ты сейчас Ничего не забыл Обычие хора Вели оценить И защищать детей И раз уж он В твоей ватаге Ты обязан защищать его И растить Как положено До совершеннолетия Это что еще Он щерится На хавчика Но тут Ободренные Ваши поддержки Не сжимается И смотрит в упор По-моему Капитан То есть вершитель судеб Хочет сказать Что ты больше Не можешь меня бить Он улыбается вам В широко Раскрытых Зеленых глазах Спыхивает огонек Верно Зато я теперь могу Бить тебя И ты не дашь мне сдачи И я могу требовать Как все еды Когда я голодный Охренел он Охренел Хавчик долго не протянет Плохой хавчик И еще Мне сапоги нужны Нормальные Без дырок Вообще Он Инстинкт Потеряет Самосохранение Моментально Моментально Бей его Сколько угодно Парень Только Осторожнее В хоре Как только Ты кого-то Убиваешь Наступает Совершеннолетие Береги себя Парень Удача Будет Возможно Загинуть Бей его Он сжимает Челюстью Выглядит Настолько Разозленным Точно Еще Немного И свернет Хавчику Хавчику Тощую шею Вместо Этого Он Лишь Проводит Двумя Пальцами Под подбородком Порошим Неприятной Щетиной Нервно Косится На шотерах Архонта Я знаю Голоса Велит Беречь Детей Он нервно Сглатывает Желч Пополам С бродяжей Жвачкой Я буду присматривать За парнем Клянусь Все с ним будет В порядке А то мне Яйца отрежут Он коротки Кивает Вон возвращается К игре в кости Хавчик Убежал Всего доброго То есть Ага Ну что два зуба Как у тебя дела Мой ватаге И так достался Твоего Закокона Закона Оставь на спокой Ах Так Ну что Давайте тогда Пойдем дальше Делать ли привал Наверное Пока не стоит Я вижу Что есть ранения Но не критичные Танки Главный герой Пока живы Переправа Крапивные Давайте я на переправу Потому что это ближе Тупо Тупо ближе Ночью Хавчик Случайно умрет Я не знаю Чего он так начал Дерзить Потому что Как бы Ему в этом лагере Жить И Там вопрос Исключительно настроения Это Ой Они won't see me coming А это Наш Привет Это позор Должно быть Какие преступники Смеются над нами А это переправа Все равно Так Ранен Тут Тут мы попробуем Все таки Обойтись Малой крови Помним про Возможность тактики Тактику Еще никто не отменял Антио Эй там Держать оборону Командир опальных В изнеможении Хватается за Кровавленный нагрудник Да Надо сейчас опять Хора поддерживает Отправить фурии На мост Срочно Это катастрофа Где-то было раньше Вершитель Так Давайте Давайте Это было Это было Это было Так Тут не командует Антио Либо Нейтралочка На Вендриенов Погнать Давай Лучше Алый хор Прям вот Четенько Да-да-да Давай-давай-давай Ближе К К бафу Придем Так Тут за старшего Нет Предложишь Взамен Сидеть и ждать Хитроумие Хитроумие Ну система Кажется не поменяется Все равно То есть нам нужно Нам нужно пройти сначала На восточный мост Поговорить с этой подругой Ну сначала пробиться До туда К нему Тут ловушки же еще будут Да, вот пожалуйста Возможно Разобраться с Всякими зельями Но привал Выносливость Вот у лук Кстати Первый лук Который явно Пойдет на замену Урон Больше Восстановление Меньше Расстояние Хорошее Очень 12 Пробивание Брони Плюс 5 Точность Всего Минус 2 Это не такой Серьезный Штраф Так Ну я бы еще Накидал Всяких Зелья воскрешения Во-первых Взял Уже пора Причем Первое Зелья воскрешения Идет танку А второе Зелья воскрешения Пока нет Так Воскрешение При поражении Еще Так Колющие Рубящие Так Выносливость У всех есть В нужном количестве Тут просто еще 5 5 бутылочек Выносливости 4-4-2 Вот сюда Вот еще Пара бутылок Тебе в принципе Можно Всякую Лабуду Тоже дать На съедение Искусность Сыр на точность Влияет Вот оно как Оказывается Ладно Железный меч Опальных Я же могу Попробовать Дать Не нравится Мне Этому щит Нужен Очень Нужен Щит В принципе И танку Надо было Щит Поменять Блин Может пока Не поздно Вернуться К этому В этот Время Вроде Есть Но вернуться В лагерь Апнуть Щит Апнуть Навыки У танка Пока он Третий Левел Не получил Я потеряю Несколько Часов Но Это не сопоставимо С Потерей По защите И навыкам Поэтому Я пожалуй Отсюда В лагерь Опальных Вернусь Сколько Пять часов Ладно Я понимаю Да Что время Ограничено Но Умирать Не хочется Здесь квест Не выполнили Пробегаем Сначала А не точно Здесь ничего Не должен Ну да Я только Обычай Орды Выполнил Северная Поляна Нужна Скаловерцы И железо Все еще Впереди Так Здесь Мне нужно Либо защиту Либо Ну скорее всего Защиту Танку У ворот Или что Там есть Парирование Парирование Это у вас Способность Уклоняться От атак Ближнего Боя Да И от заклинания Ближнего Боя Так Защит От атак Заклинания Ближнего Боя Для навы Кварирования Конечно Низкий Но то будем Выкачивать И возможно Даже Нет Этому Знания Окей Хорошо Еще Можно Четыре Он Еще Левел Получил Поэтому Можем Еще Парирование Качануть Очень Своевременно Я сюда Пришел Единственное Нужно Денег Добыть Этого Нужно Попродавать Хотя Бо ради Навыков Нужно Деньги Получить Железный Двуручный Лесом Идет Тяжелую Рукавицу Не можем Это Ненужно Это Может И Получится Ржавый Меч Нужно Посмотреть Что Есть Простое 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 Вроде Как Так Ну Деньги Уже Появились Единственное Что Нет Это Ерунда Эти Перчатки Пригодятся Щит Я по-прежнему Взять Не могу Но Щит Нужен Есть У меня Что-то Еще Дорогое Да Есть Тут Пожалуйста Вот Эти Ненужные Вещи Бронзовый Молот Одноручный Можно Вот Эту Штуку Продать Жалюще Ожог Ну Что Он Довольно Таки Дорогой А Драгоценные ЖК Мне Агат Береза Топас Вот Теперь уже Можем Взять Щит Это Очень Хорошо И По наследству Передать Старый Да Да Другое Дело Так Варик У нас Продолжает Наверное Увеличивать Живучесть В Навыках Он Выбирает Плюс Один Наверное Да Вызвать Набой Дополнительного Врага Как бы Еще Одного Нужно Будет Брать И при Этом Он Еще Закидывает Несколько Навыков Буклонили О Тут Лут Есть Какой Такий Парик Я Еще Забыл Перчатки Заменить А Я Не Могу Их В Принципе Заменить Почему Было Продать Стоп А почему В прошлый раз Было Уклонение По 21 Значит Я не Уклонение Качал Я Качал Парирование Да Уклонение Для Рейнджовых Парирование Для Ближних Готово Остальным Качать Ничего Не могу И не стоит Парирование В результате У нас Уже 51 Щит Поменять Конечно Ж Он Даст еще 20 Парирование Но Уменьшит Защиту От Рейнджовых Атак Ну Это Ладно Ох Хорош Сюда Просто Щит Увеличивается Защитами Все Вот С Парированием 71 Его Редкий Товарищ Будет В мили Пробивать И Задача Трех Остальных Будет Отщелкивать Тех Рейнджовиков Короче Говоря Наверное Еще надо По стойке Пройтись Посмотреть Переправа Переправа Отголоска Там бы с этими Как-то договориться То есть дать им Отступить Чтобы Иметь возможность Еще До Финального Сражения Как-то с ними Поговорить Наладить отношения И Чтобы их Было поменьше Финалочки А то 8 человек Это как-то Слишком сильно Что по стойким Стойким Уклонение Лучше всего Наверное Подходит Потому что Она с Рейнджовым оружием Сочетается Лучше всего То есть Ну если кто-то Конечно подойдет Подходящее оружие Луки А это все Да А тут чисто ДПС Получено От нападающего То есть Это на мели Это на рейндж Это универсальная Штука К точности Может быть Стоит пока Точность поставить Так Проверяем Выносливость Бутылочки Все есть По Навыкам По 3 штуки Тоже есть Поехали Да Положение в команде Тоже было бы неплохо Настроить Кастомное Вот так Пожалуй Желательно Вообще Подальше Всех от танка Поставить У тех Кто Пробую Ловушку Обезвредить Хотя не обязательно Обезвреживать Ловушку Они же на нее Сами Напарываются Но с другой стороны Мне дают хитроумие Здесь Так Давайте попробуем Следующим образом Во-первых Я не знаю Что боюсь У меня Кстати Лук Который позволяет С рейнджа 14 метров Стрелять Ну так Слово Поэтому Переживать Не стоит Так Тут Закидываем Защиту Тут Наверное Начнем С Чистого урона И опрокидывания С двойным ударом Идет Не Надо сначала Вот так вот Сделать Ох и ловушка Сработала Да 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 Ты что Хотел Конечно Конечно Ж Ему надо Прокидывать Эту Лукаря Проролся К саппорту Гад Лучше Так Можно Попробовать Развести На комбо Просто Чтобы Парьированием Отвлечь Защиту Снять С него Снял Защиты И теперь Уже Мочить Его Желательно Даже Наверное Сразу же Заряженным Кулаком Чем-то Таким Что Наносит Урон Так А я Тут Еще Не стреляю Нифига Лучником Тоже Не очень Хорошо Разделиваем Ну Куда Он Попропал Семен Семен Был Бывает Вообще Не попадает Никак Не может Попасть Спектральное Развытие Уоу Поэтому Нельзя Магам Подходить Близко Слышите Как Орут Не просто Так Это не Мои Это Горит Горит Враг Давай Его Прокинем Все Так Да Попробуй Скамбиться Раз Два И ты Опрокидываешь Три Слышь Грязь Просто Грязь Я Второй Раз На Те Же Самые Грабли Напарываюсь Пить будем Ну Опрокидывай Ну Промахнулись Потому что Надо Молнией Сразу Мочить Там Хотя Бо Точности Есть Отступить Я Здесь Уже Особо Не Могу Барик Не Атаковал Эта Подруга Умирает Можно Комбануть Попробовать Подсечка Все-таки Даст Какой-то Контроль Лечи Себе Вайландс Давай Он Тренировался Не Создан Так Пробили Прострелили Барик Ты Атакуешь Атакуют Все Атакуют Почти Лежачи Он Хорошо Хорошо Молодцы Ну хреново Я там Два раза Получил А я урон По троим Сбивание С ног Плюс И Зачем Зачем Был Лечить Фулову Для того Чтоб У него Повысилась Скорость Там же Не только Лечит Он Человека Но он Увеличивает Скорость Каста Где-то На треть Получается Надо посмотреть На самом деле Ускоряется На 90 секунд Увеличивается Скорость Каст Так что Мне не нравится Поговорим Нет Они уходят Да Сейчас Не будем Агрессивничать Не будем Лезть Это Вот это Вот Мата Не Сибил Так Ты Из Дома С Знанием Благосклонность Увеличиваем Так Вопрос По заклинательности Прилива Предлагаем Им Сдаться Они Ливают Нам придется Обходить Простые Все Стараюсь Не делать Пока Привал По крайней мере До Финалочки Может Поговорим С Антонио Отвлекающий Маневр Как и Требовалось Превосходно Пока Ты Заигрывал Сколеты Преступников Мы Натянули Веревку Вдоль Обали Шевосем Аста Если бы Ты раньше Послушал Антонио Понятно Твоя Ватага Спасла Нас От Разгром Отлично Надо Посмотреть Что По Благосклонности Саламхором Вдруг Я Там Может Подхожу Давайте Посмотрим Не Совсем Но Остал Совсем Немножко Точность Для Людей У Которых Меньше Третья Запаса Здоровья Окей Переходим Или Все-таки Привал Устроить Жизни Осталось Смотреть Вношения Можно Прям В диалогах Вереведении На флаге Понял Сейчас Кажется Будет По одному По два Сражения Такие Ну Не Не Очень Серьезные А Вот Дальше Да Там Малая Фурия Тяжелое Ранение Поехали Давай Сразу Попробуем Сагрить Этих Упырей Тут Ледяной Шип Магов Отстреливаем Сразу Пробуем Ринжа Конечно Нифига Не хватает Моему Замечательному Магу Так Ну Ты стреляешь И так Да Сап У нас Делает Защиту Какую Никакую На троих Никакую Скорее чем Какую И Наверное Все-таки Нужно Ему Какие-нибудь Касание Титаном Или Или нет Нет Лучше Пожалуй Так Только Скорость Надо поменьше Там Алайфория Стоп А где 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 Вообще Где Таун Таун Опять Тяжелое Ранение Я попробую Лучником Забрать Комбой Вомбой Поэтому Стреляем Легкое ранение Есть Но только-только Начали Тут комбо Пошла Не нравится Мне Все Это Не нравится Если Это Точность Очень Слабая Восстанавливается Пока Смысла Нет Ну вот Я только Не накинул Пока Спектральное Размытие Пожалуй На главного Героя Пока Сделаем Таун Сработал Я подбегаю Ближе Точность Хорошая Но урона У лучницы Пока Не хватает Возможно Ей нужно Как-то Оппиваться По урону Так Ты пробегай Сюда Как-то там Родная Тяжелое Ранение Давай Мага Тогда Электрошоком Хурия При смерти Так я Мог Ее Попробовать Подлечить Я не могу На нее Не действует К сожалению К сожалению Никаг Куда Фурия Падает Оооо Тут еще Вривчик 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 На троих Сейчас придет Ой Надо Сваливать От сюда Либо Его Опрокидывать По фастам Сплетиться как-то надо, я думаю. Там оглушение прошло. Чуть назад отступлю. Раз. О, хорошо. Вот танк завязал отлично. Вот это прям прекрасно он сейчас сделал. Переместился и отвлек на себя внимание. Вообще на него защиту кинул. Ты продолжаешь стрелять так? Огненный шар? Давай. А, по своим нельзя, да? По своим. Это только по одному. Ладно, давай тогда... Нет, подходить тоже не хочется. Просто стреляй тогда по-дальнему. Защита пошла на нашего друга с отражением заклинаний. Дальше. Похоже, нужно сделать фаербол. И он достанет до второго. Да, рейнджевики хорошо работают. Куда ты пошла? Ставлю защиту. Фаербол залетел. Можно комбо оформить здесь, пока он этот упырь рядом. Тем более мага только-только убили, поэтому все ок. Я, пожалуй, на лучнику пойду. Ой, как он простреливает точно. Забыл я в этот момент. Выносливость останавливаю. Дай подсечку, ну... Отсечка не сработала, к сожалению. Не ю. Почему такая вероятность невероятная? На молнии, видимо, я какой-то персональный этот... Огонь больше... Больше вероятность, что попадет. А я, казалось бы, по молнии. Это специалист. Добили, добили того. Взбиваем с ног. Тут переключаемся на другой тип оружия. На лучок. И стреляем по дальнему, пожалуй. Промахнулся я магом. А по этим хорошая вероятность. Видимо, зависит от типа... Ауешный или точечный. И в зависимости от этого он на разные... На разную защиту проверку делает. Может, нет. Может, того просто... Черт его знает, а? Причем, по-хорошему надо это понять. Простить. Раз-раз зажигает. Получница отлично работает. И она больше нравится в миле... Чем в миле варианте. Правда, сейчас танк... Почти гуф. Пропью. После этого точно отдохну. Потому что в ранении... Много. Два лавы 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 лавы. Два лавы лавы. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну ладно. Два лавы лавы. Лучницы продолжаем выкачивать... По лукам. Только надо понять. Кстати, хромота хороша. Тем, что если вдруг на тебя после этого бежит... Ну, то есть, танк выбегает вперед. У него есть два навыка по таунту. Старается преградить путь. Но если выбирается кто-то еще и начинает бежать на вас... На фугу, на саппорта, на... Мага. Это можно хромоту сделать. Вот. Но есть еще бронебойные, блин, стрелы. К пробиванию брони в дальнем бою. Но плюс два это не такой серьезный баф. Уклонение десяточка. Причем десяточка. Защиты при выходе из боя странные. И тридцати клонения. Вот я не знаю, что за хромота. Ее бы проверить. Да. Это, по крайней мере, какой-то контроль. А какой, мы проверим. Так. ХП-шечка. Деду жизнь для лечения качай жизнь. Жизнь. Деду жизнь. Тут мы берем либо... Печать сохранения. Она очень хорошо тоже спасает союзников. Либо резурект. Резурект. Либо печать. Ладно, давай резурект пока. Здесь я не апнул. Наверное, точность возьмем. Вообще, силу можно апнуть для урона. Точность-то у нее и так неплохая. Заглинание лесом. Урон-то сильно не растет. То есть, я даже не вижу, как он растет. Живучи, задаюсь к магии жизни в статах. Чатик прав. Хачай хп-шку. Вариант неплохой. В прошлый раз мы ее и качали. Сейчас я тоже ее, вроде как, качаю. Пожалуй, пока точность. Она тут наибольший эффект дает. Плюс 5 точности. Это чаще попадание, чаще криты, чаще все. Ну, а без... Опачки. Тут у нас девайсы. Посох главному герою, но он... Я в стэш зачем-то убрал перчатки. Всякую лобуду. Здесь что? Ерунда. Только шлемак можно надеть. Он даст точность. Двоечку. Ему, конечно, точность особо не нужна. Главному герою важнее. Ладно, бог с ним. Давай так. Что, привал? Найс. Подождите, а какой привал? У меня только один товарищ с... С ранением. Все хорошо. Но в прошлый раз, помните, я сражался здесь. Меня убили. Ну, не убили, я убежал. Удалось... Тактику проявить. Поговорить с дедом? Дай попробуем. Расскажи о своей магии. Можешь научить чему-нибудь. Лучше сейчас. Начнем с основных принципов. Истреляя раны и снимая боль, мы прибегаем к магии повитухи сирот Архонта Возрождения. Взывая к ее сигилу, мы пропускаем ее силу. Что, он мне сигил даст на хил? Боевой маг повторяет за ним. Страх и верность увлечивается одновременно. Время прошло, судя по... Исменившемуся... Управлению жизнью. А зачем мне это? Мне до саппорта... Непонятно, зачем. Ну да, новый сигил, это клево. А, подождите, я же сигил ему теперь могу. Стоп! Я, в принципе, же сигил жизни изучил. Ё-моё! Ну, все, понеслась. Короче, выкидываю заклинания, которые не нужны. И, по крайней мере, сделаю еще две ипостаси сигила жизни. Одну, пардонте. А у тебя какое выражение? Выражение такое, да? 15 знаний. Что можно сделать? Интенсивность значительно. 36. Ё-моё! Дистанция очень важна, блин. И я укладываюсь. 4 метра лечить он сможет лучше. Точность вообще не нужна. Очень хорошая тема. Очень хорошая. Очень хорошая тема. Плюс я реально могу Хилта взять и главного героя. Только нужно слоты с заклинаний. Стоп! И все нормально. Берем его же. Исцеляющие дуновения. Здоровье плюс 5. Восстановление 2 секунды всего. 3 снаряда. Дистанция 8 метров. Союзники в области действия. 2 процента. То есть увеличивается здоровье. И восстановление всего. Вот я не знаю, что. Что это восстановление всего. Типа снижение перезарядок. Дистанция и так хорошая. Давайте попробуем эффективность апнуть. 7 процентов. Как раз под 50. Это очень хорошо. Так. Теперь смотрим, что по этому. Тоже апаем интенсивность. от этого заклинания. Спектральное размытие. Да. Слушайте, а может мне тогда спектральное... А какой у тебя рейндж? Радиус 1 метр. То есть фактически на одного союзника, если мы не апаем радиус. Саппорт ухилку нормальную сделай. Так, а что он нормальный уже? Ну да, вроде неплохо. И мы успели передохнуть. То есть все хп восстановились. Хилки сделай всем на 20 хотя бы. А, ты имеешь ввиду, что не саппортом? А как я это сделаю, учитывая мои знания замечательные? В 15 там. А нет, уже не 15, уже 33 и прочее. Да, хилки. Хилки это хорошо. Ох, чуть-чуть бы до интенсивности. Ну ладно, с расстоянием тогда. Раз. И тебе тоже, два. Еще у всех есть хилл, получается. Кроме ее главного героя. Ну, у него хватает вообще заклинаний. Чтобы еще хилять. Удобная штука. Это мясники Кайроса, бежим! Так, с ней. Ай, аккуратно, короче, с ней. Все назад! Их слишком много! Они пришли реку! Отступаем! Погоди, я просто хочу поговорить. На вас никто не обращает внимания. Городейцы продолжают наступать. Так, ну что, пять человек у нас, да? Пять человек. Танк идет вперед, прям агрессивно-преагрессивно. Сап, скорее... Нет, подожди, танк стоит на месте для начала. Стоит на месте и улыбается. На себя накладывает отражение. Давай-ка ты тоже. О, у нас хромота. Во! Полминуты! Неплохо! Хромая добыча. Слушай, давай начнем с того, кто не сагрится. С милишника какого-нибудь. Хромая добыча. Это так классно! Давай вот на этого, по нему вероятность больше. Прикольно, что добавилась обилка все-таки. А не там плюс два пробивания брони. Это... Да. Так, можно пока что тоже сделать отражение. На какого-нибудь полезного, типа, вот этого вот товарища. Пять человек. Так, дальше мы передислоцируем... Так, это хромота пошла. Так, а эти сагрились. Пока таунт не будем юзать. Начинаем что? Огненный шар полетел, видите? Начинаем по магу стрелять. Разбегаемся, соответственно, пацанами. Так, нет, ты лучше вот сюда вот пройди. Ты стой на месте, а ты вправо уходишь. Красота! Сам можешь огненный шар сделать вот сюда. Поехал. Начинаешь стрелять по магу. С огненной стрелой причем. Так, ты! Ты-ты-ты-ты-ты! С целяющим мгновением. Как-то не очень. Давай лучше живучесть и сила. Ой! Не, давай лучше на себя защиту. На тебе уже есть такая защита. Вон, висит. Тогда придется таунтить этого товарища, снижая у него. Да. Так, фаерболл влетает только по одному. Здесь я еще не успел выстрелить. Повелитель огня. Что ты можешь? 68, 38, 76. А, тут вообще 40. Давай тогда начинаем. Начинаем по наиболее... Давай! ...реальным целям работать. Этот выбирается, блин, вперед. О-о-о-о, ладно, давай. Щит у тебя есть, не зря брал. Пробуй сделать таунт на этих упырей. Тут попали на 24. Хорошо, продолжай работать. Продолжай 78 работать. Что делать, бобру? Он уже кастует, в общем-то. Уже не кастует. Что, опять фаерболл? Так ты его не скастовал, очевидно же. А ты уже думал, какую фракцию... За какую фракцию будешь воевать? Скорее всего, за алый хор. И постепенно вот с этими налаживать контакт. Но я не знаю, что с ними. Вот. Провокация сработала только на одного. Можно попробовать затаунтить... И этого товарища, там, казнить еще кого-то пытается. Ну, лучница работает вроде. Попадает периодически. Так, я сделаю на танкозащиту, чтобы отражение закинания еще работало. Ему там... И теперь вот уже фаерболл можно делать. Попробуем сделать таунт и снять защиту. Вот это очень хорошо. Теперь можно попробовать его уже... Ну, мочить. 85. Как же долго она стреляет по этому. Еще точность 10%. Там, кажется, что он... Что он юзнул? Книга чей? А, зеркальное отражение. На минуту уклонения и парирования. Все, мы его уже не пробьем. Хреново. Давай по лучнику работать. Что-то мне не нравится. Это... Вся... Тема. Подлечились удачно. Бобер ни черта не делает. Меня смущает. Вроде говорил ему фаерболл. Только-только сейчас... Родил. Управление жизни плюс 4. Это за счет того, что хил использовал. Сразу он так прогрейдился. Типа, о, у меня получилось. Да, чем больше юзаешь, тем... Тем лучше качается. Можно попробовать... Главного героя бафнуть спецспособностью. Ему все равно кастовать и кастовать. Давай попробуем. Вроде пока работает алиночка. Ты пока другое стреляешь. Можно хромоту сделать. Но тут не на кого делать пока хромоту. Что это было? Баф я получил, баф я получил. Это самое главное. Ну, тогда очень просто. Можно сделать комбо, можно сделать какой-нибудь... Какое-нибудь опрокидывание. Есть мне, конечно, проблемы со здоровьем. Какая? Сцеляю еще на арене. Давай попробуем на себя. Хорошо. Еще вот так. Эта белочка откатилась. Давай стрелуй сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто еще может лечить? Ты можешь лечить, да? В принципе, можно попробовать саппорта нашего вылечить. Действительно. Это вот таун сделать. Ты получил. Попробуй меня, если ты можешь. Ну и закомбить, но только не сейчас. Сейчас просто проатаковать как-нибудь. Не могу. Плохо идея. Как же ему хреново, да? Она низко вставала. Регенерацию. Надо внимательно следить за статусами. Кто что успел вставать. Фу, книга чираниньем. Так, ты получнику работаешь. Это раз. Да, ты работаешь по этому. Пробуешь его же добить. Что делать с бобру? Просто стрелять не хочется. Комбо сделать пока не поздно. Да, комбо надо сделать пока не поздно. Промахивался. Промахивается комбой. А, этого почти добили. А что стоим, ребят? Почему, почему, почему стоим? Так, тот умер. Не нравится мне фаерболы, которые хрен попадешь. Хоть просто посохом стреляем. Так, ну танка надо посылать на мага. Он, правда, не попадает, нифига. По известным причинам. Поэтому надо посылать его не на мага, а дальше. Здесь молнии пробивать. Тут защиту кастовать на... Пожелать на всех. Почти попал. Лечи себя. Лечи не очень помогает. Прям очень-очень. От ран, правда, не избавляет, насколько я понимаю, но так помогает. Еще защита. Ты лечишься, да, лечишься. Молодец. Ты стреляешь. Ты щит на этом упражнешься. Левел ап у танка. И сразу фулл хэп. До свидания. Можно было не кидать, наверное, даже на него. Но тут фаербольчик неплохо зайдет. У него тоже, кстати, фаербол. Ах, класс. Тоже пошла тактика. Стоит ли спасать этого упор? Реально не стоит. Ну, не стоит, я думаю. Когда отпустят книгачей, надо, наверное, запокусить его. Потому что сейчас мы никак по нему не попадем. Только с заклинаниями там с проверкой по воле, что ли. Да, это воля у нас. Да, воля. Страх и прочее. Этот скрылся скотином. Но... Далеко он не уйдет. Оглушение. Это вот... Роняем. Танк тупит. Танк тупит. И это плохо. Делаютаун. Сработала провокация. И там сбивание с ног. Все срабатывает, что... Что хотим. Ты имба перк на 50% эффекта от пузырьков взял на третьем левеле в лидерстве. Я лидерс вообще не качал к своему стыду. Поэтому нет. Имба перк. 50% эффект пузырьков. Это очень хорошая штука. Судя по описанию. Вообще имбовая реальность. Вронили. А все с него не спала эта штука. Не, не спала. Давай-давай-давай. Оп. Почти, почти. Они мудряются еще танка пробивать. Периодически. Уже все. Я ничего не сделаю. Остался только один несчастный маг. Мы его быстро тут. Поставь лучше, и ты не контрольщик. Писажа, не беднесский секунд стоит без дела. Да, это лучше, чем если бы они ерунду делали. Мы же проходили этом. Может, там как-то настроить, наверное, и... О, тут танк-то вообще... Да и лучница как-то попала с 10% шансов. Очень странно. Разобрались. Не без проблем, но разобрались. У танка левелап. У танка, говорю, левелап. Качаем мы ему хпшечку. И качаем мы ему... Один из трех навыков. Либо плюс два к броне от колющего, рубящего и прочего. Может, его лидером сделать? Реально, может, танк лидером сделать? А, не можем. У нас только каратель караульный. Это бонус к урону. Так себе. Да, наверное, караульного надо брать. Да, можно, конечно, лидерство посмотреть. Я смотрел, там и резуректы на лидерстве есть, как способности. Бутылки в две ячейки дополнительные. Это раз. Создают ауру, которая каждые несколько секунд снимает неблагоприятный эффект с вас и ваших союзников. Тоже та еще имба. Допкомплект оружия лесом идет. Метка. Бонус к защите вам, ближайшим бойцам. Десять ко всему. А сколько кд у выпада? Дополнительные ячейки всему отряду на заклинание. То есть даже ему выгодно будет это. Плюс один ко всем характеристикам. Ну вот так, это пульсация просто единичку дает и все. Второе дыхание. Один раз за бой, потеряв большую часть здоровья, вы издаете боевый клич, восстанавливающий часть от максимального запаса здоровья у вас и вашего отряда. Капец. Что-то тут много всего хорошего. Это ерунда смена оружия. Переходят инициативы. Урон на полминуты 20%? На все оружие? Слушайте, у нас будет какой-нибудь NPC-лидер? Или мне реально нужно качать лидером? Ну тут вообще, тут великолепные навыки. Повелевает вашему союзнику вернуться в бой. Просто оживление. Но есть не очень навыки, есть. Есть хорошие навыки. И бессмертный в конце. Здоровье 9% каждые 3 секунды в течение полуминуты. Перезарядка 10 минут, правда. Но это вообще победа в поражении. Один раз за бой. Для союзников. Быстрота, урон. На все оружие. А где там бутылки были? А, эффективность зелья сразу же. Ну то есть вот это надо просто брать для начала. Эффективность зелья. А потом смотреть, что дальше. Потому что там дальше и... Случайный негативный эффект это вообще очень полезная штука. То есть каждые 3 секунды устраняет случайный негативный эффект. То есть это горение, оглушение. Это халява дешевая. Это халява дешевая. То есть тут же как бы ты можешь не 4, а 6 ячеек, и они на 50% более эффективны. Останавливание выносливости, бонус к характеристикам, там еще что-то. Это же круто. Так, Антонио, поговорим. Отличная работа. Все. Ветки магии достану внимание только ячейки заклинаний и знаний. Останавливай ни к чему, просто качай лидерство. Ясно. Сырое мясо. Взяли. Кровавый мох и схрончик небольшой. Ну, деньги, чисто деньги. Так, и получается что? Подкрепление скаловерщицев, это мы дальше идем, да? Северная поляна в поисках. Нет, подождите. Там же вроде наверх нужно пройти, да? Да, надо пройти наверх, там будет сражение тоже. Или мы можем взять 4 левел и вернуться, потому что мы все получили 4 левел, и все навыки нужно апать. Может быть стоит... Ну, сейчас я время не потрачу, на самом деле. То есть надо просто зайти сюда, провести, например, одно сражение и вернуться назад, на глобальную карту. Потому что, опять же, плюс 5 к знаниям, там парирование, еще знания. Ой, здравствуйте. Что у вас здесь происходит, скажите мне? Они здесь, бегите! Оп, без палевок. Ату его! Беспалево. Просто беспалево. Так, ранжевиков, ранжевиками. Двоечка пошла. Оглушение. Может, я еще успею этого сбить с ног? Хрена сдувая, я там успею. Пока подойдешь, пока то, пока сё. Давай вот так вот защиту. Защиту можешь успеть. Перезарядка у тебя быстрее, значительно быстрее, чем у него. Оп, успел! Там обездвиживание, ну, плевать. Опрокидываем упыря. 49, маловато будет. 68, давай так. Ты просто постреливаешь, да, у нас? Просто у нас молодец, постреливаешь. Постреливай тогда. Давай спектральное размытие сделаем пока. Тоже постреливай. Откидываем. Оглушаем. Тут горит вовсю. Ну что же, что же, что же вы делаете? А чё не сбил с ног? Хорошо же все было, нет? Да, тут вероятность очень слабенькая. А вот на фаерболл нормальная вероятность. Конечно, пробьешь там. По единичке там. 1-1, 1-2. Ну, бас. А почему, почему фаерболл-то так и не зашел? Кто не узнает? Я вроде кастовал, он только сейчас пошел. Бах, фаерболл. Уносим человека. Добиваем. Все очень хорошо. Ровненько. Ну, их всего два человека было. Справедливости ради стоит сказать. Но я надеюсь, на левелап все-таки нет. Хрен с 2. Я уверен, что ты очень молод и чувствуешь нестабильнее, но... О, зелье воскрешения. Это очень полезное зелье. И когда у меня ячейки в это... Появятся дополнительные, обязательно возьму. Может, вырезать здесь всех? Огонь, конечно, имба вырубает противник, только стоит руками размахивать. Но если ты попадаешь, надо искусность повышать для точности. Или зельями опиваться. Не могу сделать это. Потому что нет огня в качестве основной стихии. То есть ты не можешь магом взять просто и получить себе... Дикую точность по этой стихии. Увы. Так, здесь, да, здесь опасно, во-первых, потому что ловушки. С другой стороны всего двое. О, все, левелап. Левелап у бобра. Ну что, в лидера пойдем, пацаны. Мне кажется, да, лидерство это хорошая тема. Две ячейки быстрого доступа. Эфиктивность зелия 50%. Офигеть. А потом... Любую из этих двоих. Что здесь есть? Ауру, которая снимает. Вообще, такая халява. Просто халява. Случайный негативный эффект. Просто по кдф, пассивочкой. Так, тик-тик-тик-тик. Пока есть опция, я сейчас закину заодно в дополнительные, в дополнительные ячейки полезные и не очень вещи. Неважно. Главное, чтобы было просто защита от кровотечений там всякие. Жалюще ожог только в мели работает? Нет, жалюще ожог нужно в точной роге давать. Потому что там нет ограничения мели, не мели. Все. Сразу можно объесться, опиться. Что искусность апаем, да? Не тебе только. Ну, чтобы была больше точность огнем и другими любыми вещами отличными от молнии. Апаем точность, в общем, плюс 3. Как бы скорость и сила заклинания и так максимальная, поэтому... Ну, я не пойду сейчас наверх. Я попробую отсюда ливнуть просто. Надеюсь, смогу я это сделать. К сожалению, только через переправу. И после этого пойду себе навыки апну. Учитывая то, что все прям получили четвертый левел, я всем готов там... Ну, правда, только барик у нас не возьмет. Потому что придется мне крюк делать. Я сейчас в лагере опальных. Только в лагере опальных. Время не так много осталось. Шесть дней до полного уничтожения. Но это не значит, что нужно, как бы, сломя голову, бежать и закрывать глаза на подготовку к этому сражению, которое мне стоило в прошлый раз. Три часа всего. Вообще изи. Может, даже сюда зайду, в лагере опальных. Хотя нет, не буду. Потому что там надо будет и вверх, и вниз. 5 часов, 10 часов я потрачу в сумме. Лучше там привал сделать лишний. Так, в лагере хорошо. Учитывая то, что появился лут, можно скинуть... Сначала поучимся, конечно, а потом скинем на девайс, может быть, что-то приобретем. Так, рэгэм. Знание нашему основному. Раз, два, три, четыре, пять. И знание саппорта. Раз, два, три, четыре, пять. Деньги в ноль. Поэтому сначала к торговцу. По знаниям 73 уже можно будет сейчас апнуть некоторые из пылы. Что есть? Покажи, чем торгуешь. Метательный кинжал. Сломанный. Раз, два, три. Ой, я перчатки скинул. Причем я скидываю его не туда вообще. Опять через шифт я продаю по... Так, брони нет. Этого нет. Ничего лишнего. Сломанный шлем. Сломанный шлем. Так, перчатки только верни, пожалуйста. Вот эти вот себе. Драгоценные камни сбагриваем. Правильно ведь? Они же просто дают бабло. Лучок старый можно продать. Уже хорошо по деньгам. Еще два агата. Надо посмотреть, что... Что вот эти вот наметания. Кинжалы не нужны. Там вроде были, да. Сигил передачи силы. Берем. Деньги есть. Рвение. Давай ключ новый. Сделку. Поехали. Я не прочитал. Ну, бас. Передача силы. Вот. Выражение, используемое для создания заклинаний, воздействующие на цели в конусе перед заклинателем. У меня не было такой темы в прошлый раз. Конус это... Это отлично. И... О-о-о-о-о! Сидел в рвении. Ну да, это саппорта... Саппорта. Штука бафы. Дает улучшение на... Ну, посмотрим, что есть вообще. Живучая сила. Это было у меня, да? Ё-моё. Прилив гордости. Союзники в области действия. 30% урона в течение 20 секунд. Ё-моё. А если без него? Без него не работает. Блин. Да. Ладно, возьмем саппорту. Пожалуйста. Тут нужно пробежаться по этим заклинаниям, потому что у меня еще... Нет, здесь точность оставляем. Может меткость повысить. А этого не хватит, да? 75 чуть-чуть. Чуть-чуть. Ладно, обновляем так. Тоже 60. Тоже точности не хватит. 15 точно стоит. Можно попробовать дистанцию убрать. Потому что 8 и 10 это как бы... Разница небольшая. Оглушение 2.6. Это тоже точность, пожалуй. Плюс 15. Ну, мажу я периодически просто, и мне не хочется. Хочется довести хотя бы там до 80, до 90 стабильно. То есть там 70, 45. Непонятные эти значения. Так, а здесь? Здесь, наверное, тоже фаерболу нужно не АОЕ сделать, потому что АОЕ и так хватает. А попробуем ему точность, и может быть даже на усиление хватит. Хрен из 2 опять же не хватает. Ладно. Тут точность и так стоит. Больше туда поставить не могу. Здесь можно отказаться от... Нет, здесь точность не нужна, в принципе. Ладно. Накидываем сейчас знание второму. Мне не нужно. Уже сделали, да? Тут сделали и там сделали. То есть, по сути, будем ли мы... Стоп. Давайте с базы начнем. Луки качаем. Раз, два, три, четыре, пять. Попробуем парирование. Или что там? Нет, нечего ему качать. Блин, не парирование, не уклонение, ничего нет. Что еще? Что еще мне может пригодиться? Знание выкачал, выкачал. 73 уже хорошо. У меня 73 было на шестом левеле, когда вот я в прошлый раз играл. Сейчас уже другая, другой расклад. Идти ли в лагерь опальных? Не, наверное, не стоит. Наверное, переправу и заканчиваем там миссию. Всем добрый вечер. У нас, получается, третья уже попытка пройти Тирани. Одна была долгая на три трансляции, вторая была сегодня, буквально на час двадцать минут. И вот сейчас третий идет. Альтернативная фракция, альтернативный персонаж. Повелитель огня. Ну, а тема такая же. Только тоже изменения есть. И по рейнджу у Фуги. И дополнительные заклинания у этого товарища тоже появились. Я забыл главному герою заклинание накидать. Я что-то новое там давал? Нет, я просто обновлял. А вот этому заклинание какое-то дал. Я его не вижу. Оно у меня поставлено. Видимо, я его видоизменил просто, да? Бонусный урон. Вот оно. Рейндж, конечно, не очень хороший. Тем более, что если танк пойдет вперед, мне же нужно бафать урон у трех людей, по идее. Ну, лучше у всех, конечно. То есть саппорт должен стоять в начале битвы за всеми, получается. Ну, что, в общем-то, логично. И сейчас, наверное, стоит как-то их поплотнее, что ли, собрать. При том, чтобы... Чтобы саппорту была возможность сразу... Сразу внести урон. В смысле, бонус к урону. А что без сейвов? Да, без сейвов так интересней. Думаешь, перед действиями чаще. Это редко думаю, но так чаще получается. А, я вообще не принимался за этих упырей. Окей, ладно. Подкрадываемся. У вас глаза на это? Бах! Сразу 26, плюс горение. Тут начнем с бафчиком. По танку пока не попадает, но... Да, он делает все как надо. Все. Тут на развороте. 85 точность уже лучше, чем было раньше. У мага проблемы с рейнджом. На самом деле... Балдеть. Он попадает на ловушку еще, бедолага. Горит, попадает на ловушку. Так, вот этого лучше по пути остановить, попытаться через хромоту. Героизм какой-то у него срабатывает. Поздно срабатывает. А, очень долго, кстати, кастует заклинание на бонусный урон. А, вот сейчас сработало. Хорошо. Дальше вешаем защиту. Хромота-то получается не нужна. 85. Вот уже точность получше. И тут все горит и горит. Хромота прошла. Давай просто стреляем. Кринджа не хватает. Ой. Да горит. Скорее всего, да. Давай опрогидывай лучше правого. Почему танк не подходит, не понимаю. Комбо делаю, чтобы защиту уменьшить. Он по единичке вообще бьет. Очень эффектно, но... Никакой угрозы. Опрокидываем хотя бы 50 на 50. Сбили с ног. Хорошо. Дальше доковыриваем. Эти-то простые. Вот что делать с финалочкой, если не удастся. Торопился, пропустил удар, мог не пропускать его. До боя бафы бешен. Кстати, хорошая тема, да. Вполне, вполне. Обезвредили ловушку. Тут, кажется, еще один квест был. О, выносливость. Хорошо. Магические сапоги. Клин. Меткость при попадании по целям со здоровьем ниже 35% плюс 25%. Ну, конечно, мы даем это Роги. Потому что, во-первых, она может выбрать любую цель из-за своего рейнджа. Во-вторых, у нее и так меткость хорошая. То есть мы к риту ее приводим. А кому-то, может, эти сапожки подойдут. Мало ли что. Защита при выходе из боя. Я тут не заменить никак. Давайте заменим. Хорошо, хп есть. Карта привычная. Я посмотрю, что наверху. Здесь лучше берем. Это вроде просто. Только в центральную часть надо за... Сходить, наверное, сразу. Потому что там тоже небольшой бой будет. Да, вот она. Это подруга, которую мы, скорее всего, отпустим. Я трупы не полутал. Вот она, бас. Так, так. 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 Мне вообще надо было, конечно, сразу делать... Делать баф. Хотя бы на двоих, на этих. Подожгли уже сразу же. Этот товарищ может на себя кидать за... Так, ты чего ждешь? Кидай деф на него. Отлично. Урон бафнули. Защиту делаем. Ты стреляешь. Хорошо. Можно опрокинуть его. Он там, кажется, уже горит во всем. Да-да-да, он горит. Не удалось сбить его с ног. Дай попробуем комбо. Чего ждем-то? В конце концов. Два человека. Мы же можем... Делать с ними все, что захотим. Вот. Хороший же урон там. Заходит сразу. 16, 31, 7, 5. Так, ты можешь на это выйти упыря. Так, он пошел. Это что, фейербол? Ой. Так, а ну-ка, разбежались. Этот стоит тупит, потому что я криво с его... И... Ладно, давай. Нет, не так. Добили. Так, так. Работаем. Еще фейербольчик. Он зеркальное ставит. Сейчас я уже по нему так эффективно попадать не буду. Десять процентов. Да. Ну, лучница 44, кстати, дает. Пусть, наверное, постреливает дальше. Да и маг, в общем-то, тоже 44. Только саппорт. Не знаю, что делать. Как вы команды. А, барик, стойку же тоже можно менять. Господи, я этого не знал. А, он еще на включение стойки тратит какое-то время. Понятно. Пошла, ау, ради лечения. Стойка барик. Куда? Я ее, кстати, тоже в прошлый раз не юзал. Ну, бас. Просто не юзал. Глупый, неопытный. Ой. Как им плохо. Так, осталось. Вроде как, самая крупная группа находится вот здесь. С той подругой. Но я, наверное, даже не буду... Не буду привал делать. Учитывая то, что со здоровьем все хорошо. Ты что, взял барик, талант плюс два брони. Это стойка, отчитай, моделка, включи ее. Да, да, да. Уже включил. Уже включил, уже понял. Это косяк. Так, проверю трупы на... Но тут нет лута. Да, пожалуй, забираемся. Тут главное не мочить их сразу. Потому что это оставляет варианты по... Записку же она вручает, правильно? Я надеюсь. Здравствуйте. Они идут к оружию. Помните всех, кого больше нет с нами. Вас дайте им почести, своей отвагой и мастерством. Или все-таки подраться. Или я могу с ними драться. Если я могу с ними драться, я подрался бы с ним. Это как бы в стиле хора. И к спамни не лишние, в общем-то. Да, я помню про квест внизу, там, в доме. С железом, который. Ошибка. Ошибка, ошибка. Ошибка, грубая ошибка. Ошибка. Мистейк. Ладно, главное тут баф сделать, да? Так, надо их сюда вывести как-то. Вообще за угол на этом. Может дальше что-то ступить. Их там прилично, блин, народу. Там шесть человек. Шесть человек. И тут широкий проход. Надо и уводить их сюда. Как-то вот так. Я полагаю. Держись, держись, держись. Хорошо. Ну что, давай сначала рас... Раскидаем бафы. Ты получишь. О-о-о-о. Там назад побежали. Ха-ха. А-а-а. Ну все, до свидания. Мы имеющие защиты сняли все. Ха-ха-ха. Господи. Знаток механики. Ну сколько можно? Ну Михаил, ну хватит, хватит, хватит. Унижать людей. Господи. Все, она горит уже. Все у него. Ее бросили все. Бросили все. Убежали. Ха-ха. Давай еще на тебя. О-о-о. Какая... Такая грязь. А-а-а-а. А-а-а. Сбили с ног. Она горит. Сбита с ног. Хромая. Брошенная. Даже... Да... Пофиг. Бей. Я буду тебя. Жалко яду. Оглушение. Горит. Оглушена. Тяжело ранена. Без защит. Я считаю, это баланс. Это закономерность. Это просто дань скиллу. Она умудрилась отравления, кстати, кинуть еще. Баррика продамеджит. Горит опять. Умри. Еее. Ну, на самом деле, бой был не очень сложным. Она молит о пощаде, что ли? Нет. Что ты тут? Что нет? А-а-а. Понятно. Вот. Найте, пожалуйста. Герой еще называется. Так, надо подлечиться, пока. Идет, типа, бой еще. Поэтому я подлечусь. Нет. Офигела совсем. Типа, я все равно ее могу пощадить. Только отношение испортилось. Такая вообще она не очень. Ладно, давай попробуем здесь уже принять бой. Все. Давай с хромоты лучше начнем, пожалуй. Не надо. Дай. Давай лучше так, на всякий случай. Баррик, готовься. Я буду лечить. Хромота прошла. Ой, плохо. Так, ну-ка. Что тут поделать? Работаем. О-о-о, этот с казнью с дуручем прошел к нам, скотина, а? Так, а может сразу тогда как-к-к-к-к-к-к-к-к-к-комбим? Ну куда ты, ну? О, сбили с ног и перебили ему удар. Вот это очень хорошо. А чего стоим? Кого ждем? Давай мочи его. Дальше давай на... Сколько? 42? 76. Что-то у них какие-то резисты по молниям. Не знаю, с чем это связано. Оставлю лук все-таки. Подожгу его. Хорошо. Стреляй пока. Танк вроде стоит, хорошо. Наверное, я сделаю хил на главного героя плюс этот. Какой выход из боя? Что ты делаешь? Там что, страх? Ослепление и дезориентация. 15 секунд и спуг на 30 секунд. Так, ну это только... На двоих подействовало. так я бы сразу же сразу же отступил оранжевиком сбили с ног так давай-ка защиту накинем ты вали просто вали дальше пропивая рис так добит лучше вот этого упыря конечно но я прям нахожусь в внутри мне лучше тоже убегать нафиг ну чё ты не убег а потому что восстанавливаешь себя да может мы тогда тебя накинем защиту этот горит хорошо вот с ней снятие негативного эффекта тоже могло бы помочь еще здоровье так а ты че не скастовала подруга блин а потому что ты получишь давай скасты и до защиту держимся короче благодаря тому что даже у даже у этой фуги есть как его хочется добить вы бы знали давай шум по ручкам тут вы носку на сопьем бежим одного вытягиваем эти все трясутся гады вернулся контролю я не вернулся контроль у него 15 секунд испуг грязь но он пошел атаковать ничего себе все и он не боится уже саппорт хреново сила выносливость ох как мы подрезали этого товарища а может еще подлечим раз уж я так хорошо стою ты атакуя вот этого упыря давай 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 бобер надеюсь придет в себя скоро потому что но это не дело тут таунтим он все еще боится с бобра начинает резать а он уже пришел себя все отлично тогда пробуя опрокинуть это раз тут лечение прошло поджигать лучше человека который еще не убит а прокидываем отлично все вернулся с контролю же попробуем бобер думает ему думать не надо ему нужно фаербол кидать в газ подожгли а здесь давай через хромоту этого упыря добиваем и добивать то зачем казалось бы да так ну бонусный урон сделаем нет лучше добей фэрбол залетел этот проблемы с с хп бутылками отпеваться в рай или все-таки попробуют танком тоже восстановиться так так ты так защита пошла надо помочь тем дальним нет давай вырослась лучше выпьем хп мало бобра мало хп лечить я его уже не буду так как хотел изначально есть добили 1 хорошо чтобы обра сюда вернуть левый активировал приеме было спасибо левор на себя щит он на нем был уже это фейл конечно расправляемся вот с этим осталось немного потом танку помогаем справились итак это раз это пожалуй вас нет у нее там защита да какая-то да может тебя на нее тоже не попадешь ладно эту битву затащили если кстати герой был не дай бог там уже сработал это было бы было значительно сложнее выпрыть вообще когда у тебя на 15 секунд два человека из пока улетают крайне рискованный крайне там сработал вроде танк стоит неплохо подлечит слегонца где-то я погорел уже но он еще умудряется атаковать просто атаковать еще попадание фаербол пошел не попадет скорее помогу за того замесим он правда тоже с фаербола начал гад защита ребят давайте собрались холодный ход времени это видимо хоста я замедление скорее на минус 5 к искусностям скорость движения до как он долго держится готова ладно алый хор поддержит вот это вот начинание но записку я не получил да и она там сидит точно на наш там сидит ждет когда и да с ней теперь типом поговорить наверно можно да нет что происходит консервы да чуть для начала почему что что происходит я вроде убил всех или там кто-то еще остался до остался там еще оказывается лучник блин был еще лучник был что если он был он 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 а он выстрел только один раз но так пробил по всем четверым что и вот она появляется тут будем спасатели ой нет не сможем спасти как-то нужно записку от нее жизнь постоял бы покачал хил ну и такие обузные темы да а лайхор поддержите если ты девушка отдашь им отличный вершитель если она выживет у нас будет дивный подарочек архонту тайн он очень хотел личной встречи с любым главарем повстанцем кого можем захватить это еще большой вопрос южане слишком хлипки антони принадлежитель машет рукой гляжу я как она мучается меня аж тошнит прибить бы ее и дело с концом отдать алому хору если дать они до лагеря возможно белку дадут разумное решение вершитель желчная язва делает знак своего таки забирайте его влаги в кои-то веке постарайтесь понежнее если голоса не рада получит труп отправитесь за не следом то есть если это фанатичка выживет ей дадут в руки оружие вот радость а с поселением что делать местные жители могли бы раз могли расставить дома ловушки кстати не забыть квест еще выполнить один здесь надо сжечь все дотла не будет поддержки повстанцам не и надо конечно желчные язвы рекруты и рабы вот отлично страху барика увеличился но благословность алого хора увеличим и верность у фуги тоже кстати может быть там там вы спал был от этого опять разумное решение дорогой вершитель если позволять опальным до пятому глаза нужна помощь это преступниками во внешней долине наверх еще можно пройти хорошо так что пол его лапом почти пятый у хила там 3 четверти лавала где-то приблизительно осталось зачистить селение отголосок так я парочку мечей возьму да 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 вот такой вот такой вот вы спал это очень круто так меньше восстановление но зато на двуручный меч конечно 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 я двуруча с возьму к нафер уже предлагали я пока пас лутаем пацанов ухты бронзовый шлем хотя бронзовый чего я радуюсь до восстановление с полсекунды это весь лут вообще который был не могу поверить серьезно может не поговорить да это весь лут бронзовый шлем и сабля офигеть нет как же мне везет как же мне повезло так нужно обязательно вот здесь поговорить с человеком не с этим а вот с этим старик муа вывести его на чистую воду подчиниться убить старика отлично обожаю берем ключ хотя не обязательно это было делать даже лучше хитроумие прокачать было чем ключом открывать хотя опыта за это все равно не дают до список предметов опа малой сигил силы легкие бронзовые сапоги и вот на железный сли итак я обвернулся с поселением только на пятом левеле это нужно сделать так что сейчас продолжим путешествие на север на карте че смотрел от хорошо я скорее сюда там что-то поставлял на карте действительно отображается что-то где-то только слева наверху на там привал просто не уверен что нужно туда идти так учим а мы уже знаем это сидел поэтому не нужно доучить уже как бы дубликат точно продаж пойдет привал делать пока не буду да есть ранение это не о это что за бутылек новостливость ослабление в течение 30 секунд диска что ловушки жилин зимня кажется там кто-то что-то еще нету тупик выход на глобальную карту а тут вообще тупик ну все можно вернуться к кузнецу сдать квест но мне не хватит не хватит опыта до героя надо где-то пятый уровень короче говоря получить где-то получить пятый уровень либо в крапивной уже эти девять часов но все равно прохожу мимо но мне вообще в лагеря опальных нужно 6 и довольно далекая такое если туда пойду я просто потрачу время на возврат назад поэтому поэтому сдам железо глядишь дадут экспу да давай вернемся в любом случае в лагере опальных задим один квест по железу вдруг там что-то еще выяснится не лишний же но как не лишний я же не могу учить его или ты имеешь ввиду что я могу его выучить в немагами вторым третьим герой третьим четвертым героем познанием нет я уже знаю вне зависимости от героя знают сидел топа наверху опа я что-то еще не выполнил квест член орды стоп а отношения еще надо посмотреть что не так сейчас может мы и получим level обокрал легион поддержим хор если вы беретесь выносить приговор тому кто подчиняется другому архонту закон велит мне вмешаться хорошо переглядывается выясняем что было спрашиваем советы у фуги целое расследование бобер проводит с опальными еще поговорим у барика совета спросим я готовы нести решение справедливую цену заплатить одно кольцо железно желающие есть или вновь хорошо так экспы за это мероприятие не дали но репутация изменилась алый хор почти дотянули до безжалостности опальные меня не любят гвардии вендриенов весьма не любит господи что же что же такое то что же как же как же так ладно квест этих товарищей мы не даже не уверен что мы брали этот квест кузнецу сдаем точно должны в левел получить по крайней мере саппортом солгать или не солгать да нет вот она level up покажи он дал бабла и дал что-то еще дал что он нам еще дал в пятый уровень только получили но мне вот этот пятый уровень особо не нужен чуть-чуть не хватает до двух пятых господи ну где мне достать где мне достать поговорим со всеми с кем только можно чуть-чуть вот хочется благосклонность увеличили может сэвус прощай и даже здесь не не апнуть хотя не подождите я же могу я вас же могу танком проапгрейдить защиту я так и не сделал это в прошлый раз на четвертом левеле мне нужен маркус с парированием и левел получил ееееее ооо второй пятый и тогда наверное еще разок давить нет не получается блин неправильно сделал то есть нельзя доводить обучением до левелапа точно ну потому что как бы тогда не сбрасывается он бывает так танку хп по навыкам вступаем в бой еще с большим количеством ты у нас что ты у нас спасать будешь что делать где мне достать вот эти вот почти пятый и не совсем почти пятый левел но это вопрос придется наверное идти на следующий квест тратя кучу часов хотя мне знание нужно по крайней мере повысить этим товарищем а да в любом случае через лагерь аром алого хора там знание вкачаем одному ну вот это косяк конечно косяк навыки уже всем поднял но только два апнулась вкачать ландри а ландри да я точно не вкачал характеристики ему тоже здоровьем и собственно все дальше он получил обилку новую может теперь спасать с этими уже не поговорить вот сибил но она не разговаривает со мной заупокоенная тоже вроде молчит со всеми поговорю сельверос желчная язва так опальный обвиняет меня в нескольких убийствах говорит язва я ни в чем не виновен и мне нечего скрывать он улыбается от уха до уха правда может лишь обелить меня так что я с радостью перестану перед твоим судом и кто представляет потерпевшую сторону сельверос он делает шаг вперед сельверос из опальных истец и свидетель от имени моих павших соратников девоны и цевиуса ловкача серьезное обвинение расскажите три недели назад мы были у восточного края долины у нас было задание этого просто не было я хочу посчитать не дать гвардии вендриенов сбежать а подкреплению прийти на помощь с нами был желчная язва и алой фурии чтобы его голос стихает он делает неловкую паузу чтобы поддержать нас мы наткнулись на разъезд гвардии вендриенов а второй был у нас за спиной решив что они задавят нас числом гвардейцы бросились в атаку мы сомкнули ряды и приняли бой схватка получилась горячей клетвопреступники неплохо дрались и в бою погибла дюжина призывников и двое опальных так так ты выпускаешь важные детали певчий солдат обвиняющий указывает пальцем на желчную язву как только враги нас заметили ты начал чертить свои колдовские символы когда они наткнулись на нас на этой поляне в их глазах была паника но когда зазвучали заклинания страх сменился жаждой крови ну неплохо блогласт седла значит их убили гвардейцы вендриенов почему ты обвиняешь певчего хора это его магия превратила врагов из трусливых воробьев бешеных шакалов даже в лучшие дни ярусники не сражались и в половину той силы с которой мы столкнулись заклинание наполнило убийц могуществом а значит желчная язва должен за это ответить какую разновидность магии использовал о своем искусстве я разговариваю только в стенах гильдии но не могу защищаться без слов я сотребил заклинание бешенства направив его на врагов они могли бы двигаться они могли двигаться быстрее нашего отряда а если бы сбежали то наше задание было бы провалено а поэтому я наполнил сердца яростью чтобы они остались и вступили в бой грамотный гляди он сам во всем признался так он грамотно поступил опять фейспаун там это безумие просто она просто безумие фурии были ошарашены не сдержали бы натиск тогда тогда вы бросились а и тогда в бой бросились дэвона и цевиус лавкач получила копьем в глаз не повезло цевиус потом насчитали 19 ран сам грей воноши не смог бы его спасти так ну что пора вынести приговор разрулили ситуацию о открытая способность ееееее теперь за алый хор у нас есть безжалостность меткость попадания по целям со здоровьем ниже 3 ну чуть больше чем 3 5 процентов на все виды оружия вершитель но опять же не дали мне экспы два зуба желчная язва давайте прокачаем знания хоть пятерочка накинули но здесь не могу повелителя огня увы ях луки могу наверное прокачать да могу ли о благосклонность 2 взялся помогать людям в лагере отлично нет лук тоже качали то есть нужно 2 левелапа взять где непонятно сирина кто такая здравствуйте между их солдат стоить девушка бога богато украшенный головной убор увенчающий увенчивающий ее лоб делает ее маленькую фигурку несколько пугающей михаил вы только что скипнули диалог на знании так я вроде я могу вернуться кстати все вне от экипировки до одежды резко контрастирует с убогостью лагеря она выглядит одновременно непринужденно неуместно спокойны свои стихии и совершенно не уверены в себе она поворачивается к вам поглядеть папочка вернулся я перешла границ ты пришел меня наказать я плохая плохая девочка это просто хочешь пользоваться моей силой какая твоя сила вообще она притворяется серьезно в голове и услышать шелест ветра блестер на него испокаивает нервирует что за сирен ее можно взять с собой в тему ты помнишь мне вершитель теперь не разочаруй меня ты отправил свою паству валы пор на убой забрал моих людей последует ли сирен архонта песня так это решение было автоматическое я выбрал там использую я для вербовки валы хор силы своего голоса а это та сирен проявляла способность после того как на службу к ней пытались поступить солдаты опальных между армией разгорелся конфликт вас решили послать этих свежезачарованных рекрутов на передовую чтобы действием доказать ценности их призы да был такой похоже что я могу причинить ему боль она возвращает вам взгляд и наклоняется вперед словно желая раскрыть тайну эти славные ребята за славные люди больше не под моей защитой видимо и опасно но я полагаю ты это и так знал не больше нельзя набирать последователей как в распутье литяны так если кто-то решил поклониться мне что в этом плохого у кайры совсем настроен настолько у кайры совсем настолько плохо с самооценкой что он боится малейшей конкуренции топовый спутник говорят она же архон посмотри на меня такой ущерб может принести 15-летняя девочка я всего лишь дитя ее улыбка становится нервной она смотрит вниз она там чармит всех папа по истории да последователи очень быстро собирает и вперед рука поднимается к шлему а большой палец скользит больший палец скользит по линии подбородка она смотрит вверх и взгляд ее тверд перед тем как продолжит она внимательно вас разглядывая что же вершитель судя но она в гуще войны кай раз должно быть в отчаянии тебя послали приследить а шеи нерата и заставить шевелиться да а ше конечно нужен кто-то кто будет его подстегивать хотя бы что отвлечь от проблем но не рад он как кошка играющий с огромной мышкой не так ли слушай а может быть со мной пойдем я покажу тебе так что тебя делает экспертам таких деликатных вопросов я последние пять лет была посвящена в такое количество деликатных вопросов что тебе не снилось за всю карьеру вершение судеб я неплохо разбираюсь политических интригах она может рукой отмахивать в любом случае у нас есть дела поважнее ты можешь мне в чем-то помочь фуга краем глазу видите как фуга прижимает ладони к ушам отворачиваясь от сирен да 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 чарм пошел рот сирен накругляется и звук который изливается из него прекрасен и упоителен он приглушает лагерную самотоку в конечном счете вам начинает казаться что существует только ее голос знание 40 сейчас про с ними и мой шлем рубин на ее лбу пылает словно предупреждая об опасности что ты пытаешься со мной сделать ловко никакого эффекта серьезно как не утешительно но попытаться стоило хотя усилия конечно были приложены неимоверное она вздыхает и робко улыбается я надеялась что ты поможешь мне в одном деликатном деле но кажется ты мне бесполезен мне больше не нужен быть может позже свободен вершитель отмахивается от вас офигеть молча посмотреть я сказала свободен пока не понадобился снова мне не нравится твое общество лантре говорит карас меня отбери это же архонт песни воплоти кто этом мы давно знакомы ты знаешь знаком с архоном мы путешествие будет очень познавательным открытая репутация уже с лантре от открыто комбо способность колесо времени вершитель судеб с совместными усилиями создают ауру замедление вокруг бойца отряда скорость движения противников по ваших ауру снижается когда члены отряда перемещаются пределах ауры действие негативных эффектов наложенных приостанавливается жуть очень хорошо надо проверить как 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 это работает и еще же одна белка уфу с фуга теперь но это не нужно хотя нет подождите смерть с небес это как раз оранжевая хрень не нужно будет подходить близко поближе очень хорошо поговорим уж тиши барик обращаются она его очаровала отмени приказ червь осмелилась со мной бросить вызов певчей птички не переживай червячок однажды птичка получит свою добычу и больше с ней не не пообщаться эх ну что ж придется потерять некоторое время на получении пятого левела я перемещаюсь дальше по квесту шесть дней у нас осталось до полного уничтожения но в принципе осталось всего две локации на исследование за 6 часов до крапивной доходим смотрим что дальше кажется мне с с третьей фракции уже никак нет не помириться поэтому надо готовиться морально к сражению против семерых опять в комнате же о точно притворщик же здесь хорошо так посты дилем есть зелье резуректа у каждого должно быть по зелье резуректа у каждого еще зря не скинул ненужные вещи очень зря так обойдем кажется здесь тупик ну собственно поэтому и обойдем до тупичок тут будет еще возможность выпустить врага дать ему сбежать цена так привал выносливости бронзовый топор дорогой и он одноручный кстати посмотрим насколько он лучше моего текущего урон больше точность больше пробивания что меньше но ой к так так убей и говорят да 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 три выстрела с лука у фуги вначале очень крутая белка сейчас будем проверять новые обилки комбо бомбо еще кажется были ловушки надо быть аккуратным так скорость уменьшаем сначала сделаю бабчик тут пока сделаю комбо давай атакую чего-то они все равно вплотную подходит блин этот баф и никуда делает я не понимаю во-первых я подошел долго-долго-долго-долго-долго тупя вообще во вторых обилка то не то надо было вот это вот делать смерть с небес потому что я дурак что с меня взять так давай защиту повышаем раз давай подбежим сюда поближе здесь начинаем сбиваем не сбиваю сбиваем ну уже загорелся бедолага урон повышен давай так комбо пошло о а это две разные комбо его моё то есть у них разные кд еще офигеть смотрим вау раз два три ой какой урон конский 26 22 40 крит еще вылетел слушайте мне нравится это догорело подругам неплохо-неплохо я не пойму что стоим я уже приказывал этим товарищем действовать они подтупливают бывает с опять например а этот просто побил к везлу сейчас должны взорвать уже если нападу на ловушке апается уклонением что не похоже добрые зрители такие у меня так стоп я помню что здесь было народу значительно больше чем я предполагал а раны хватаются за 35 здоровья лучше хилять заранее вот хорошая кстати тема кто же знал кто же знал так а давай-ка попробуем чуть подойти вот так вот так вот так мы сначала апнем урон он все равно апается на на конское количество времени то есть разное рано фаербол сделаем так 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 народу трындец просто надо срочно тут таунтить всех защиту прокидывать а почему комбо нет а после отдыха семен семен семёныч вот это поворот ну да это много объясняет было бы несколько халявное так давай-ка таунт 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 на всех вообще провокация на одного только сработало поэтому надо пытаться этого остановить но и да ладно точно лучника попробую взять бобер стреляет кто не стреляет ты не стреляешь не делаешь ничего и барик тоже этом на ловушку наступил один левел ап а может шар тогда все-таки сюда закинем ненормально давай по дальним надо ставить этого упыря сто процентов община из вероятность хорошие только по цели можно к сожалению я по двоим попаду так а ты не можешь ничего кроме можешь пожалуйста защиту апой свою столько возможности для да где 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 таунта видимо промахнул сакела ладно хрен с тобой будем опыта да будем опыта скорость атаки нашему другу они рону кажется за таунтился вы посмотрите он за таунтился получнику стрелять все баф по скорости получен получником фаербол пошел да он реально медленно но верно идет в сторону танк так что задача выполнена правда с ног сбили трех опа 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 так аккуратненько аккуратненько ты не можешь ничего дам резурек только резурек фигня лучше тебя сразу же с бутылками будем сколько сбивать сбить сбивание с ног встаем уже сразу раз так подруга давай-ка попробуем разобраться все таки с ну вот с этим упырем ладно делаем комбо комбо защиту на себя исцеление пока не нужно подсечка не сработало к сожалению шампурчик и удар тоже мимо так нет нужно чуть побольше контроля сбивать с ног наверное все так и так ты бежишь на лучника пожалуй нет нет давай лучше попробуем завязать этого или дальнего как-то убьем шампур оставлю выносливость раз где вот вы я опять же тебя просил сделать фаербол просил просил где фаербол сейчас полетел то слабенький слабенький на себя баф себя баф на себя защиту сейчас плачет ох я вроде нормально пронесло это стоит ждет давай попробуем я стою абсолютно хреново прям вот вот совсем но попробуют за таунти дальних конечно же нет я думаю не очень так еще же 11 нет еще и я думаю часик после этой битвы скорее всего получим левел можно конечно довести но я рискую чтобы будет 6 не дай бог в 100 как мы еще проведем там сражениях хотя вряд ли будет 6 все битые мак просто атакуют заряженный кулак делаем чтобы поэтому заряженный кулак не пройдет только по-дальнему либо дайте конечно давай выносливость одну опьем делаю выход из боя но не хочу я свод под под сплэшем стоять здесь в куче будешь не хочется мне пропивать раньше времени выносливость видимо придется я уже поздновато было все равно получил урон стоит тупит выносливость раз стреляем по дальнему защиту на себя через шифт стреляем надо хранить эту обилку которая позволяет три выстрела делать надо по одному все таки добивать надо добивать по одному плюс меткость еще возрастает на 5 процентов не стоит забывать об этом потому что я по сути не убил никого вот за 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 все за все это время я не убил никого надо еще бобра потеряем как он загорелся так хорошо этом подруга вроде как все вроде как гуф я пошел вязать лучника не знаю правда у него снижается при этом при всем точности или нет я пойду его пытаться мочить можно про попробовать уронить этого упыря интересно догорит или не не сбили еще гады пробегая 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 родной хотя там уже достанем мы стрелой не стоит этого делать и загорелся это хорошо довели ранжевика сверху наконец-то просто наконец-то лучше с очень хорошего рода не зря и и все-таки за полезные полезные очень так ладно остался один несчастный тут лечение тут восьмерочка просто стреляет лучше не подействовало все два левелапа получили и учитывая то что вот эти товарищи смотрят уже или стоит про стоит дойти эту локум там вроде бы осталось так всего ничего попробуем так я хочу искусность для точности для других хорошо я хочу лидерство отрицание боли вот она перезарядка 1 минута стоп а сколько она действует 12 секунд всего блин 12 секунд всего я думал что на пассивка типа может тогда не и урон всем в области действий 15 процент и восстановление всего прикольным она следующую мне нужно два навыка но получается я этот и этот беру в любом случае либо сейчас скипаю и беру например а я не могу нужно еще два навыка в магии потратить чтобы взять расширенный разум для дополнительных этих прокачай слоты в ветке магии но я же говорю что я могу магический рывок делать кстати мне его нет в принципе и он стакается с этим а первые знания знания 1 а 10 знанием сего зачем серьезным зачем десяточка всего ты его взять его в любой момент могу мне я лучше возьму что-то из этих двух бафов почему здесь и знание или там баф ко всем от страны или снятия этих снятия негативный конечно надежный радиус неплохой и тут и там пять метров радиус дальше еще интересным всем союзникам здоровья треть ячейки знаний заклинания дан долга эти брать штуки ладно с богом этой подруги качаем пока что точность пожалуй и смотрим что ветки на лук у нас еще есть мы можем ниже спуститься 4 скилла на выбор увеличивает точность и снимает штраф на восстановление после смены комплекта оружия понимание боя 20 процентов опыта атлетика луки парное оружие кровь и огонь невосприимчивость к волшебному огню горению кровотечению на из уворачивание что-то все не очень как бы вообще все не очень можно пассивочку на луки но она такая универсальная мне не очень нравится 10 к точности а возьми бронемой потом стан кстати да я же могу из первого взять стан будет мне весьма неплох какой стан что за стан можно проворность взять уклонение против френджовых хорошо зайдет плюс мы сможем дальше продвинуться хотя на лучше скипнуть ее чтобы сразу взять там 25 позволяет использовать уклонение место парируем для атак во вот это вот уворачивание хорошо зайдет потому что у нее же уклонение бешеные должно быть правильным ну как больше чем не уклонение у нее меньше чем парирование и мое да не надо только дебаф получил просто по сути третья строка стрела с черепком третья строка где тут черепок имеется ввиду пробивание ты хочешь да урон повысится конечно или ты бы вот про это но во первых это не третья строка по сути это четвертая строка сверху и до нее еще очень много всего причем здесь к чему к чему сейчас 4 вообще строка если мне сейчас нужно выбрать навыки из предыдущих короче наверное я возьму все таки защиту от горения волшебного огня и прочее для начала так и попробую все таки да пройти этот квест что мне с ним делать подставляться подалай или сразу нападать о да хитроумие знания отлично хитроумие раз знание до вас ранен он поправляется сдавайся только ты остальные свободны неплохо но этого минуснем все равно ээ стоп я же говорю минуснем эй 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 офигеть я же сказал остальные свободны о класс просто класс что у нас тут ледяное пламень штрих простите пожалуйста кажись я из-за этих поездок опачки что это у нас там парирование нормально берем охотник одноручное оружие метательное оружие берем а он не уходит не уходит парирование беру конечно нашему товарищу танку семьдесят семь восемьдесят семь господи десяточка парирования так а это надо сравнивать с текущим метательным оружием скорее всего точно сменьше урон больше шел на мылом так и надо еще выносливости надыбать два три пять три неплохо сейчас возвращаемся сейчас правда мне надо будет поговорить да 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 он действительно не уходит ну что сейчас будем мочить его судя по всему но я целого хора выдавшийся после долгого бега влетает в лагерь и пытается что-то сказать но и но едва не падает с трудом держась нога пытается выронить дыхание это еще не все патрули утренние возвращаются благосклонность увеличивается да прямо сейчас вот не дай бог я щас апнул левел блин вот не дай бог хотя я апнул левел человеком который уже знание повысил нагары так что нормально все опа стоп опа 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 так это двуруч по дальнему стреляем так я наверно сразу попробуем там ранжевиков дофига просто очень много ранжевиков поэтому я полагаю надо прорваться к ним и фаерболить фаерболом и все пробую завязать как они кучкуются как они кучкуются почти так теперь теперь давай-ка сделаем наверное все таки сначала бабчик на себя да что ж ты не не идешь то ну и потаунтим а где фаербол а вот он пошел все вопросов нет так защиту на себя фаербол полетел отлично дальше защиту на себя раз тут пробуем сделать таунт да что ж ты стоишь там друг накидаем защиту на себя надо его как-то стаунтить он не таунтится нифига пробую комбо и его на свою сторону привлечь и магам нужно как-то надо пить и мочить просто ой опасно это я щас компу сделал кстати такую никакую абсолютно баф не накинул давай определимся с комбами друг ладно ты исцеление делаешь чтобы вести команду нажмите enter называется консолька открыл как-то давай попробуем ладно лечение плюс этот увеличение скорости украина лучников как они просто какой урон конский а компа не сделаешь давай на него хроматой сделаем глядишь поможет тут дома продолжается хорошо и себя лечишь защиту на танка пожалуй сделаю потому что ему достается больше всего готово этот скорее догорать уже будет нужно добить его конечно же он можно за за комбить вот так вот хорошо хромат это подействовал нет я не подействовала переходим на оружие ближнего боя к сожалению давай сделаю бабочку на урон танку все равно слишком плохо несовременно накинуты защиты и прочее я хочу лицу консервы дар а нам на нем еще яд слушайте я же взял обилку новую вот она вот она негативный эффект типа можно снять но во первых ее нужно поставить скажем вместо вот этого работает только а не работает на этого я хочу попробовать яд с него просто снять дальше пробуем вылечить на себя защиту ставим и хп надо еще увеличить ему причем она делается довольно быстро как как вы видите почему ты не лечишь друг я же просил тебя пить или не пить мне не надо пить этого не стоит успею подлечить будет хорошо не успею так тому и быть добрый вечер привет склитон кинг ой хорошо там справляешься друг давай на себе раз потом на себя два с мы тут разберемся с этим упырем а почему он его же не было я думаю что я его убил и давай тогда комбо сделаем пожалуйста вот на этом ой опасно ох опасно спектральный все еще работает сражайся отсечка сработала как же слабо ты бьешь иди лечим а поторопился я немножечко выхилили мы то и в неплохом антеки оглашение сработало нормально это тяжело ранен это почему-то тупит не знаю почему ранджана фэрбол мне не хватает желт мне жены больно особенно этими простреливающими темами а я же мог воскресить вообще этого танка если успею не успею так внимательно миша внимательно прошу тебя что по бутылкам резурок танка давай для начала нужно сделать и что это было то так защита прошла выносливо сделаем горбольчик жалко на такую дистанцию давать там встает этого зажигаем танк себя лечь хорошо там пробуем не можем мы на троих там сделался делаем на двоих и газ на себя тогда били одного хорошо исцеление дополнительная защита хотя наверно лучше взять и запилить запилить хромоту прошла хромота нет едва задевая нет эффекта нет никакого упадет ладно на самом деле надо просто выжить я просто отсюда свалю и все и палать по лагерям по по этапам пойдем можно стойку было поменять кстати на защиту на упланирование все что ли вроде всем кажись не попадает по мне тбд в баф и светлый зеленый всем раздал бы обновлял там так и получается у всех кроме одного есть такие штуки ой добил таки а горит и и и машет руками все вернуться в шатер встаем ребята встаем битва была она выглядела простой четыре человека три из них лучника на такой дамаг что-то начал заходить наверху я помню ничего интересного нет сэр ну да возможно сначала возвращаемся в лагерь хоров учитывая два лава лапа главному герою не забывая мапнуть знания вынеси талант лан три стирания записи на панель ты про него забыл да 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 колесо времени нет талант вот она отрицание боли вместо бутылочки наверное он бы кстати тоже мне мог помочь побежали рада он бы спас танка от поления благосклонность хорошо и так знание раз два три а это типа кап на данном левеле 45 или в принципе кап у этого я не могу обучиться дальше знание ясно не буду лук апать хитроуме решил почему то не знаю это наверное ошибка поторопился но все по сути больше ничего не могу этот мастер может только до 45 ясно я добрая на я ничего здесь не пропускаем из посох потрошитель одноручное оружие метательные неплохо ну дорогой он вряд ли удастся да и штрафы есть по точности надо скидываем те вещи которые мне точно не нужны драгоценные камни какие-нибудь пушки нужно наверное взять каких-нибудь зелий дорогие они конечно что же поделать продать какие-нибудь драгоценные камни они у меня есть в стэше кажется деньги появились стоит брать выносливость там соточка в принципе ты потратишь 2к давай так что за камень к управлению огнем десяточка я повелитель огня берем с ракет у как я пропустил это в прошлый раз а я понял я не взял еще таланта вот этот вот талант я не взял да точно тоже спасло бы ну там треть хп восстанавливает спать скоро да да я думаю скоро уже думаю уже скоро пойдем сдадим квест в соседнюю деревню пять дней осталось почти шестой левел двух и при этом я еще не был в крайней локе то есть в лагере опальных сначала зайдем что два часа и сдачи квеста плюс я там смогу например танку качнуть уклонение например ну что-нибудь такое по камень огня сейчас поставим да камень огня обязательно нужно увеличить просто точность для всех огненных заклинаний упорство нам дает стойкость этот танку пока передам вот он камень огня да и сейчас по сути любое заклинание огненное если взять а точнее нужно как-то вероятность да оценивать при наведении почему будет еще десяточка почти как кру на 15 только на 5 меньше так это под квест который я не выполнял в принципе не ходил заходим в шатер тут я вообще что-то оставил ой откуда это все тут новый лут ведьмов появляется я лутал этот ящик бобра мэйдж говорит ты надеюсь ты не думаешь заканчивать да есть шальные такие мысли как можем доверять твоему сброду если они сдадут нас в решающий момент это уже финальная битва да по сути помахивает скипетром нам нравится произносить имя каэрна просто чтобы смотреть как его корчит на встречу со мной можем попробовать знаете не усугублять сейчас конфликт попробовать сделать так чтобы они оба были в решающем штурме потому что мне не нужно сейчас сильно увеличивать расположение того же самого хора на вот первый вариант почему мы вдвоем не штурмуете с нами случилось об этом но мы не знаем ничего если мы не ошибаемся так налички крыль этого преступника были обезврежены взял в плен окей не сможешь говорят я не знаю это выбор дэм почему я на равномерном месте с Кайроузой клаваном я никогда не понимаю так что но вы выражаете эту миссию успешно? а я не знаю маршал я не знаю что это будет как столбур когда твои собственные конскриенты выбрали сути за службу к корусу Дай ему дальше. Либо вместе атакуете, либо штурма не будет вообще. Но они не хотят, они только отношения испортили с ними. Алый хор и так далее. Они вообще не хотят вместе работать. У меня не было выбора, реально. Я только мог усугубить ситуацию. Исключительно. И что я и сделал. Опа, вершитель, ты меня слышишь? Ты вроде не ранее. Скажи что-нибудь. Что-нибудь. Узнаю своего друга вершителя. Я уже испугался на секунду, что тебе слишком крепко досталось. А, мы из лагеря ливнули. Я не сделал квест еще тот лагерный. Капец. Это косяк. Да, если я выбрал эту сторону, соответственно, данный лагерь закрывается вместе с... Твой охранник тебя спас. Да. Я не спасался. Я ее пытался спасти. На фугу? Ничего себе. Что случилось? Я не знаю. 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 Сейчас никогда обсуждать истории жизни. Если дикта обрушился на наши головы, то все равно это будет неважно. Добро пожаловать сейчас, пока между нами мир Моя жизнь служит долгое время с Сгаром и Торисом И что мы никогда не встретимся на плохом стороне борьбы Не принимай это слишком лично Это так высокое комплимент, как он говорил Как и для тебя, ты старый пак вина Это война Попробуй себя Капец Проблема, блин, в том, что мне теперь не зайти внутрь это раз Шестой левел получили С саппортом нашим замечательным Качаю живучесть По навыкам Даренный целитель Ну, нужно что-то брать Да, управление жизнью Продолжаем качать Узнание 67 у него еще Это очень хорошо Точность, правда, не нужна Я по-другому не могу это никак изменить А вот эту могу изменить Штуку Да, 75, конечно Такое не очень расстояние Радиус Давай Расстояние обновим Касание титана Касание титана Оо Касание титана я не апал Бафф к живучести В смысле, бафф еще к длительности И давай бафф к расстоянию Ооо Че ж так не ну хотя я редким пользовался на самом деле увеличиваем длительность до 60 стойка это урон у нас на 38 или длительность от нас нет уроной точность увеличить только шанс попадания также шанс крита заклинания в том числе и хилищего я понял да делать но пойти ему знания обновить все равно а и там закрылась локация капец такой фейл вот нельзя было приходить туда нельзя было приходить всего просто дополнительного квеста нет вообще квеста остались конечно нет провален и я даже не 6 зато мне пять дней в запасе экономщик хренов а там же еще и вот там экспо там навыки я живи на улице предатель да у меня есть лагерь просто вместе с лагерем закрылся квест вот чем дело у вас вера люди ничего себе ночной вой ночному вою пообещали достойных сильных жертв за вступление но зверолюдка позволяет ночному вою ходится только на самых слабых людей оставляет лучшую добычу себе он бьет кулаками по земле из-за чего по ней прибегает небольшая трещина ночной вой был вторым по силе самцом камнепытов давай приджунь может его пока не приснился калым людям даже спаривался со стокровкой прямой племени интересные подробности мне обещали собственную стаю за то что покинул своих соплеменников ну да неудачно получилось оооо оооа ночной вой и когти у глотки это его подруга видимо присевшие зверолюдкой спускает оглушительный гогот сверкает широкими островыми зубами Сильный камнепыт? Зверолюд достойный испаривания? Она презрительно фыркает. Нет. Когти угодки видят перед зверолюдкой только ноющую первогодку. Видят лишь неженку, только слабого щенка, который может одолеть раненую и умирающую жертву, а не лучших бойцов на поле сражения. Он уголяет зубы, бросается на зверолюдку. Она быстро встает. Там проще шерсть на загривке и мозолистая ладонь, которая намного крупнее. Его головы жестко прижимают его к земле одним поворотным ударом. Его лицо врезается в землю с похожим на щелчок хлыста от резком камня. Слышите скулеж побежденного когти угодки. Смотрит на вас сверху вниз таким презрением и равнодушием, какой должно быть проявляет к пробегающим по лагерю диким собакам. Человек! Она нюхает воздух в вашем направлении, хмурится и морщит нос, испытывает вращение от вашего неприятного запаха. Люди! Отрывисто бросает она. Все время мешают зверолюдки. Никакого чувства опасности. Не узнают крадущихся голодных хищников. Не узнают хуже хныкающих зверолюдов. Она впечатывает лицо зверолюда глубже в грязь, потом поднимает свои когтистые угловатые пальцы. Он быстро вскакивает на ноги и хватается руками за голову. Отличка 24, хоп. Говори быстро и, может быть, зверолюдка тебя выслушает. Я готов поспорить, что я одолел бы тебя. Верность у фуги увеличивается. Экспы дали прилично. Зверолюдка фыркает, недоверчиво скривив лицо, а потом заходит с резким глубоким смехом, похожим на вой. Когтяму глотке нравится человек, который самец, но посмел бросить вызов зверолюдке. Понимаете, у них там вообще атриархат испокон веков. Видимо, самец, но бросил вызов. Интересно. Дерзкий. Думала, что самец с тупыми когтями будет таким же хилым, как и ночной вой, который скулит у ног зверолюдки. Она жадно облизывает свои когти, оценивая ваши скрытые боевые навыки и силы. Если бы зверолюдке не нужно было обучать такого щенка-сосунка-труса, как ночной вой, когти у глотки с радостью сразились бы с человеком. Так давай, чё, нападай. Оголеть зубы в диком угрожающем оскале. Не переживай, я знаю, как правильно проявить уважение к зверю. Примим ее подношение из крови и кость. Ничего себе. Благосклонность. Зверолюдка оживляется, услышав ваше заманчивое предложение. Она с любопытством обнюхивает вас более тщательно, чем до этого. И нежно, алчно причмокивает губами. Начинает истекать слюной. На мгновение вам кажется, что она вас схватит, но она просто садится на корточках, расслабившись, и смотрит на вас с интересом, почесывая туго натянутый живот. Да, зверолюдке нравятся подарки из крови и костей. Свежая добыча. Но когти у глотки не хочет таких угощений сейчас. Маленький человек с тупыми когтями присоединился к зверолюдке в горячем истреблении людей через сезон. Да, присоединиться. Гладиатор, охотник, не, не то. Что происходит вообще? У человека острый взгляд, да? Видит, что зверолюдка воспитывает нахального члена стаи. Он огражающий щерец, она сжавшегося от страха зверолюда. Скулящий, позвизгивающий самец. Ночной вой поймет место зверолюда в новой стае. Иначе не проживет много сезонов. В ответ на ее угрозу в его горле зарождается низкий приглушенный рык, но он не поднимает глаза, обаясь, встретиться с ней взглядом. Из какого ты племени, зверь? Он надувает свою грязную волосатую грудь и гордый рычит. Когти у глотки родилась в племени без имени и без земли. Ярусники, которые украли земли лазури у предков племени, прозвали меня летней мордой. Потом когти у глотки стала великим камнепытом. Убила своих хозяев, сражалась за свободу племени, которая стала сильным и несокрушимым, как камень из-за земляного колдуна по имени Архон Кайрен. А фыркает при воспоминании о нем. Но теперь спитер видит сны, медленно погружается в смерть в каменных землях. Стакровка защищает вольное племя, а когти у глотки стала алой охотницей и дальше сражается и убивает ярусников. Как-то оказалось? Человеческая стая под названием Алый Хор, беспощадная, хитрая, свирепая. Люди грязные, воняют гнилым мясом, легко начинают визжать и рвать друг к другу глотки. Но уважают самого сильного стая. Лучшие хищники. Как Архон по имени Нерат, свирепая, безжалостная Альфа. Колдун, который может поглощать добычу вместе с кровью и костями. Понятно. Что делать-то будем? До свидания, все. Блин, я думал, что сейчас замес какой-нибудь будет. Так, ну что? Знания докачиваем до 45, до максимума Улан-3. Это с одной стороны, конечно, хорошо. С другой стороны, непонятно, что качать Повелителю Огня. Знания ему не нужны. Оружие тоже не нужно, получается, да? То есть, надо хитроумие какое-нибудь скачать. Ну, хоть что-то. Так, а у меня вообще есть еще кто-то после левелапа и не получал? Нет, никого. Все? Все молодцы. До шестого левела нет. Ну, все, надо штурмиться-то долити. Я так зафейлил с квестами. Просто, просто-напросто. Ладно, пойдем. Лидишь, получим шестой до ключевого сражения. Я поведу. Конечно, я знаю, что уроки платные. Конечно, сжим. Так, а чего? Страх у барика увеличивается. Мне вот не нравится это. А что у нас за отношения с фугой сейчас? А с фугой уже не нужно нянчиться. Появилась же еще руна. Появилась руна. Но другого выражения. Кажется. Так что я могу. Знание 77. В принципе... В принципе, в принципе... Вот, я к огню могу добавить. Но она дорогая, кажется. 90. Может, добавим? 70 хватит. Да, давай попробуем. Да. Горячая ладонь будет наносить теперь комбинированный урон. Не хватает знаний для огненно-ледяного шара. Хотя стопе. Тут же дальность мне не нужна. Все хватает. Есть. Чистый урон. Точность есть. Сам урон не очень нужен. Длительность и так есть. Расстояние не так важно. Но... Не хватает знаний. Не хватает, ребята, знаний. Здесь проверяем... Увеличиваем точность ради типа крита на хиле. Здесь не хватит. Тоже не хватит. Тоже не хватит. Тоже не хватит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну мне с пятым глазом же нужно. Час наступил. Мне нужно подумать. Что, что, что? Так, а может мне нужно просто переход осуществить? Пять дней в запасе. Да, это провал, в общем. Просто провал. Я не помню, как там штурм. Вроде как просто нужно... Да, отстадель. Переходим сюда. Целый сайт квест я запорол. Целый сайт квест. Надеюсь, мне можно будет сейчас получить шестой левел остальными и вернуться в лагерь. Я надеюсь. Потому что если нет, это... Это еще минус знаний и минус характеристики. Хотя не минус знаний, на самом деле. Потому что у меня шкаф по знаниям. Что с богом? О, это штурм с другой стороны теперь. Слава голосам не рад, а пятый глаз отдает вам честь. Несмотря на все, все его попытки выглядеть уверенным, маска нервно поворачивается то в одну сторону, то в другую. Мы были у восточных ворот в прошлый раз. И там барьер снимали. А эти штурмуют западные. Побыча, ты судья, присяжный палач в одном лице. И сегодня мы просим тебя исполнить эту последнюю самую священную обязанность. Лучший блеф, как правило, самый очевидный. Мы будем ломиться через ворота прямо на порог к литвым преступникам. В ответ, я надеюсь, все защитники изнутри стянутся отражать нас шнатиск. И тут мы обрушим на них нашу магию. Огонь и паника приконничает мятежников. Чем гуще они там столпятся, тем лучше. Я готов. Если ты будешь ранен в бою, приходи ко мне. Я остановлю кровь, хотя мое лечение никак не помогает от боли. Понятно. То есть... Так, давайте первые... Внизу я видел лут есть. Пробегаем. Пробегаем, работаем. Просто работаем. Аккуратненько. Аккуратненько. Давайте сразу же таунт на него. Да, прикольно. Этот загорелся уже. Таунтим. И на нем нужно сосредотачивать, на самом деле, огонь. На нем. У него уклонения нет. Ой. Оттолкнули. Я фаербольчик с ним. Бах. Хорошо. Все получается. Он догорит, скорее всего. Попробуем глушить. Получается. Взбиваем с ног. Надо было еще привал сделать. Надо будет еще привал сделать. Что там по уровню? Господи, мне еще копать и копать. Дал, дал его лапа. Стоп. Ой-ой-ой-ой. Куда ты торопишься? Нет. Ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Господи. Оооо. Две ловушки. Сразу четыре человека. У меня два еще битых при этом. Там дофига народу. Бегите, пацаны. Бегите. А, ну там тактика пошла. Там пошла тактика ее не остановить. Плюс мы за... Куда ты, друг? А ну-ка стопе. Давай сразу тебя подрубим. Ни какого. Оп. Хромота. Эй, не подействовала. Ну что же ты, ну... Да. Зато уклонение прокачало. Да, уклонение зашло хорошо. Ну ладно. Товарищи, все. Я сегодня какой-то вообще вялый, уставший. Прошу прощения за то, что там тексты иногда не читал. Хотя мы это большую часть из того, что прошли, читали. Торопился. Вот в конце вообще сейчас еще было бы классно, если бы я отдался на этом паке. Надо остановиться. Главное это вовремя остановиться. Завтра вечером в 19.00 будет игра 2 на 2. И может быть 2 на 2 на 2 на 2 на 2. ФФА там какой-нибудь с Абвером. У-ху! Давненько мы с Лешей не играли варик. А последняя там запись, которая была на Ютубе, собрала до неприличия много просмотров. Поэтому приходите. 19.00. Абвер сегодня с Хэппи тренировался специально, видимо, чтобы уровень подтянуть. Потому что мы же с вами ФФАшечку качаем регулярно. Катаем. Вот. Поэтому посмотрим, что Леша покажет. И будет весело. Благодарю за внимание. До завтра. Продолжение следует. Продолжение следует...